Дорогие коллеги, спасибо, что вы собрались. Наша работа должна заключаться в том, не чтобы вирусов в крови не было, не в том, чтобы мы назначали некую терапию, а чтобы пациент был счастлив. Счастлив и было хорошее качество жизни его. Пусть он не погибает, пусть у него нет каких-то тяжелых осложнений, но тем... Так, кто-то нам загораживает. Вы? Ага. Вот. Еще раз назад. Вернем слайд. То есть, понимаете, цель нашей работы с пациентом, чтобы действительно улучшить качество жизни его жизни. Следующий слайд. Я являюсь не только сотрудником Федерального центра СПИДа, но имею честь работать консультантом в клинике группы компании «Мать и Дитя», ну и вот в нашей славной клинике «Эйдж-клиник». И поэтому, конечно, кое-какой опыт по ведению пациентов, крайне грустный опыт. Вот только что час назад была у меня пациентка, сейчас я вам озвучу всю вот эту ситуацию. Она была в женской консультации в двух. Она была в ООО-медицине. Она была в перинатальном центре группы компании «Мать и Дитя». Она связывалась с врачом-монологом, педиатром. И это чудовищно, понимаете? У нее не проходит генитальный герпес, а уже беременность 36 недель. Это просто чудовищно, что ей говорят. Следующий слайд. Ну, просто для информации, что... Да, мы, конечно, коллеги, с вами не сможем обсудить все вопросы, касающиеся генитального герпеса подробнейшим образом. Не хочется это превращать в какую-то лекцию студенческого плана. Очень важно, чтобы вы смогли вынести некоторые принципиальные вещи. Особенно, вот я обращаюсь... Тут и студенты же есть, да? Да. Особенно к вам, коллеги. Потому что, значит, от лекции остается примерно 10-15% материала. Мне тут крикнул, Василий Ильич, от вашей лекции 20%. Но неважно, да? Все равно не все, что мы говорим, не все укладывается в головах. Но, тем не менее, есть некоторые обязательно такие триггерные точки, на которых надо обязательно обращать внимание. Вот. Значит, ну, видите, откуда герпес, да? Что, так сказать, такой термин герпес от термина латинского герпера ползти. Ну, и уже давным-давно это были заболевания, известно. В 2012 году вирус простого герпеса, который не является, к сожалению, простым, был открыт. Около 100 видов герпес-вирусов. И, значит, только 8 тропных человек. Вот этой пациентке, когда она искала герпетологов, значит, ей рекомендовали герпетолог, который занимается черепахами. Вот. Да, другого герпетолога она найти не смогла. Так что только 8 типов. И, конечно, уже когда я закончил институт, надо сказать, не будем называть, уже были открыты только после этого 6, 7, 8 тип. Например, 7 связан с синдромом хронической усталости. С герпес 6 типа связывают рассеянный склероз, например, да? Лимфопреративные заболевания, Норшний герпет, Штейнбар и прочее. С 8 типом связывают с аркому капоши. То есть это очень любопытное, очень, так сказать, семейство герпес-вирусов. Но нас будет интересовать в данной ситуации первый, прежде всего второй тип. Следующий слайд. Вот. Значит, ну классическое, уж так, не ред. Да. Значит, рецидивирующее, коррелластическое определение генитального герпеса, рецидивирующий вирус заболевания, вызывающий вирусом простого герпеса, первого или второго типа, первого и второго путем. Но это все банальности. Дальше. Вот. Вы посмотрите, как интересно в МКБ-10 классифицируется генитальный герпес. Ну, обычно мы пишем просто генитальный герпес, но тем не менее, тем не менее. Вот сейчас у меня была пациентка, небольшие высыпания на больших половых губах и крайне болезненная, зудящая, постоянно возникающая трещина в периональной области, представляющая колоссальные мучения. Никто ничего на это не обращает внимания. Всякие свечки, прокладки, масла, что только не говорят. Никто и не подумал о том, что это может быть связано с герпесом, а это точно связано с генитальным герпесом. Одно из проявлений. Следующий слайд. Ну, посмотрите эпидемиологию. Мы пойдем быстро, но некоторые слайды мы чуть задержимся. Понятно, что одно из самых частых ПП, например, во Франции, я знаю, что к этому относятся крайне внимательно и чуть ли не просят полового партнера обследоваться на этот вирус. Например, ко мне обращалась молодая женщина, у которой, значит, супруг молодой болеет генитальным герпесом или имеет только антитилак, вирус простого герпеса второго типа. И она спрашивает, как мне быть? Мы через несколько месяцев планируем беременность. Я боюсь, что я заражусь генитальным герпесом первично во время беременности. Что лучше, заразиться до беременности? И вообще, как мне поступать? Так что видите, какие действительно ситуации связаны с половым путем. Значит, около миллиарда по возрасту 2015 года страдает генитальным герпесом. В США 50 миллионов при соответствии с населением. В странах Восточной Европы и Центральной Азии примерно такое же количество населения. Тоже примерно такое же количество. Ну, где-то 12-15-20% населения страдает генитальным герпесом. В отношении серопозитивности 10-25%. То есть, это не первый тип. Количество антител, серопозитивность меньше к среднему возрасту, чем, например, скорее всего, ЦМВ или вирус первого типа. Например, у студентов, у школьников старших классов, у студентов колледжа в 4%. У студентов в московских институтах 9%, а в среднем возрасте уже там около 30%. То есть, безусловно, это возбудитель, который перерывается с половым путем. С этим, собственно говоря, и связана разница и позитивность. У женщины представляют группы риска. Видите, у мужчины 8,11% в США, у женщины 20-25%. По другим данным 2011 года до 65%. С чем связано? Связано с половым путем. И любой возбудитель от мужчины к женщине передается гораздо легче. Когда мы говорим, что сейчас у нас почти половина новых случаев ВИЧ-инфекции связаны с гетеросексуальным путем передачи, это прежде всего женщины. Потому что и ВИЧ, и вирус гепатита B, я не знаю, там и С, и вирус простого герпеса, от мужчины к женщине, и ЦМВ передается чаще, чем наоборот. Ну вот, частота инфицирования. Посмотрите, конечно, это в основном женщины, занимающиеся коммерческим сексом, или мужчины, практикующие секс с мужчинами. Например, у пациентов, потребляющих инзон наркотики, гораздо меньше. То есть, действительно, основной путь передачи – это половой путь. Традиционно считается, что генитальный герпес связан с вирусом простого герпеса второго типа. Но многие пишут о том, что сейчас все больше и больше, по данным центром диагностики, который возглавляет Герман Шипулин, возглавлял до недавнего времени, частота генитального герпеса, связанного с первым типом, возрастает. Ну, считается, это 10-20%. Особенно орогенитальные контакты, оральный секс и так далее, все это приводит к генитальному герпесу, связанному с первым типом. Поэтому, когда вы консультируете женщину, у которой нет антител, например, к вирусу простого герпеса первого или второго типа, то не надо мямлить, не надо говорить какие-то, ну, ведите здоровый образ жизни, ну, вы там понимаете, что ничего этот пациент не понимает. Говорите четко, что вам лучше воздержаться или предохраняться не только от половых контактов, но и от орального секса. Умейте это произнести, умейте четко говорить. Почему? Потому что оральный секс может привести у мужчины, у которых есть антитела к первому типу, и, скорее всего, в слюне есть первый тип, вот он может привести к заражению женщины и к возникновению генитального герпеса, вызванным первым типом. Так что у беременных это очень важно. Но при этом в 2015 году вышла работа, которая называет 9%, не показывает уж существенное увеличение доли первого типа в генитальном герпесе. Следующий слайд. В России ни черта, никакой статистики, меня записывают, надо аккуратно говорить. Значит, в России никакой четкой статистики нет, ни по ЦМВ, ни по герпесам, ни у беременных, ничего этого нет, понимаете как. И очень часто вы услышите, что беременных надо вообще не обследовать, все это ерунда. А на самом деле статистики нет. Мы не расшифровываем все эти внутриутробные патологии, к большому сожалению. Поэтому наши заключения, те или иные, они очень приблизительные. Но, тем не менее, с 93-го года идет обязательно регистрация, отмечается увеличение генитального герпеса, возможно, что больше регистрации, может быть по другим причинам. Ну, конечно, видите, женщины 18-30 лет, группа риска, заболеваемость. Обратите внимание на превышающую общую заболеваемость. В странах Европы 80 тысяч, в США 200 тысяч на 100 тысяч, а у нас здесь получается значительно меньше. 0,4% получилось. То есть, конечно, мы не то, что у нас меньше генитального герпеса, конечно, мы недовыявляем. Ну, вот герпетический центр, там, правда, работают специалисты не очень высокого уровня, но, тем не менее, вот они опубликовали, что почему так? Потому что мы не выявляем. Самостоятельные больные обращаются, самостоятельные лечат. Если я сейчас спрошу, кто из вас болел ОРЗ хотя бы раз, вы поднимите руки. Если я спрошу, у кого генитальный герпес, мало кто поднимет руки, правильно? Хотя даже имеет, если. То есть, это не очень афишируется. Сами пациенты лечатся. Интернет – это самое главное теперь. Ну, и поэтому, видите, выявляется при осмотрах разных специалистов. Ну, не всегда. Вот, например, в основном выявляют, что у нас. При практических осмотрах, видите, в Москве, например, выявляется только 57% случаев. То есть, активного выявления у нас – это большая проблема. Так, значит, ну, основная, основная группа, основная высокая заболеваемость – это в возрасте, начало половой, продолжение жизни, да. Поэтому такие пики – 20-20 лет, 35-40 лет. А, конечно, в группе больных до 14 лет – это редкая ситуация. Риск передачи скандартных парах. От мужчин к женщин, чем я сказал, 19%, наоборот, только 5%. Поэтому, конечно, если беременная женщина не имеет антител к вирусу простого герпеса, ко второму типу, а муж ее имеет, не обязательно, чтобы он страдал генитальным герпесом, то, конечно, существует риск заражения женщиной во время беременности, особенно благоприятно в третьем триместре беременности. Вот, это тоже надо четко понимать. Сирология вот для этого нам имеет значение. Примерно 5 человек в год заражается из 100 серонегативных. Заражение происходит, в основном, при бессимптомном течении. Это как гепатит B. Когда мы анализировали, я в Тесме помню новый случай гепатита B, только 5% заражались вирусом гепатита B при клинически выраженном гепатите B у партнера. И 95% заражались от хронических больных с гепатитом B, но без всякой клиники. То же самое и здесь. Бессимптомное носительство того или иного возбудителя – основной источник заражения. Клинические формы возникают не у всех, не всегда. Видите, при осмотре 4 из 5 человек, которые, в общем-то, были антитела и были какие-то проявления, не знали о том, что они страдают генитальным герпесом. В свое время была работа, когда у беременных женщин спросили, кто страдает генитальным герпесом. Ответили положительно, по-моему, 20%. Потом прочли лекцию, и еще выяснилось 30%. Ах, так, ну да, это у нас тоже было. Понимаете? Поэтому вот тут надо очень четко понимать, когда мы спрашиваем беременных женщин, потому что генитального герпеса, возможно, надо разъяснить, какие клинические проявления, в чем это может проявляться. Потому что это женщина с трещиной. Она понятия не имела в никаком генитальном герпесе. Чтобы понять, имеет женщина генитальный герпес или нет, чтобы потом правильно построить профилактику во время беременности. Следующий слайд. Понятно, что смешно проводить какую-то местную терапию генитального герпеса, потому что он локализуется в ганглиях нервов, чувствительных узлах поясничного сплетения, в частности, если мы говорим о генитальном герпесе, о вирусе простого герпеса. Поэтому и периодически разные теории есть. Одна теория, что вирус постоянно реплицируется и какими-то малыми порциями выходит. Другая теория статическая, что вирус находится в этом состоянии, при снижении иммунитета реактивируется. Но это неважно. Но, во всяком случае, конечно, если мы видим генитальный герпес, местная терапия неэффективна. Следующий слайд. Коллеги, не буду останавливаться на классическом течении. Просто важно, чтобы, например, терапию мы начинали в период продромы или в первый день высыпаний. Только тогда она будет эффективна. Поэтому женщина должна быть проконсультирована. Она должна иметь препараты, если она страдает антидивирующим генитальным герпесом и не проводит длительную супрессивную терапию. Потому что сверхранняя терапия рецидива, она значительно эффективнее, чем более отдаленная. Поэтому еще раз я говорю, целесообразно об этом поговорим, целесообразно начинать терапию именно в период продромы или не позднее первого дня. Ну а так пузырьки, эрозии, корочки и так далее. Следующий слайд. Ну вот классические проявления. Надеюсь, вы это знаете. Здесь нечего останавливаться. Следующий слайд. Вот. Значит, манифестная форма, понятно. Да, эрозия, там корочки. Но вот эрозии. Не забудьте тоже, что бывает, например, сочетание. Больной с генитальным герпесом тетивирующей может иметь, например, сифилис или какие-то авты или, не дай бог, какую-то карциному и так далее. То есть здесь тоже нельзя попасть в некоторую зависимость от того, что... А, рецидивы. Ну, значит, любые эрозии, там возникающие в половом губах, так сказать, да, или в перинатальной области, это генитальный герпес. Помните, ну вот это там, предположим, болезнь мягкий шанкар, там и бихчет. Это одна ситуация, крайне редко. Это вообще для нашей страны не характерно. Но, тем не менее, помните, пожалуйста, о том, что не любые эрозии, значит, это генитальный герпес. Но в основном это генитальный герпес. Все-таки. Хотя, по данным CDC 2015 года, в 25% случаев не удается установить итеологию этих язв. Но если мы видим, да, что это периодически возникает, связь с менструальным циклом, связь с какими-то переездами, со сменой климата, с перелетами и так далее, то есть периодичность, то это, скорее всего, конечно, 99% генитальный герпес. Следующий слайд. Но проблема не сколько в остром генитальном, первичном генитальном герпесе, который, конечно, протекает достаточно бурно, сколько в рецидивах. Конечно, значит, это вещь, которая буквально измучивает пациента. Понимаете, 4% немцев думает о самоубийстве, имеющего такой мучительный генитальный герпес. Но я всегда на лекции говорю, что наших женщин не взять, конечно, генитальным герпесом. Какое же тут самоубийство, да? Вот. Тут ничего ни почем. Значит, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, это вещь серьезная, мы об этом поговорим. Ясно, что триггер. Но это вы хорошо знаете. Но это очень четко, когда пациент рассказывает, вот у этой женщины, которая только что сегодня консультировал, за три дня до возникновения менструации абсолютно четко возникает вот эта болезненная трещина, болезненное мочеиспускание. Поэтому действительно мы наблюдаем это. И опять-таки, и опять-таки, вот у меня знакомая, да? Вот мы едим на горных лыжах. Ну, каждый раз возникает тяжелый, ну, правда, глобиальный герпес, да? Ну, тут, соответственно, уже упреждающие терапии мы можем рассуждать. Когда известны четкие вот эти триггеры, когда известны факторы риска, чтобы я просто не забыл сказать, мы начинаем терапию, можно начинать терапию до, до возникновения рецидива и продолжать весь фактор риска. У меня племянница буквально с месяца от роду страдает лобиальным герпесом. Малейшая мацерация, насморк, все. Как что только моё иммунный статус, трофероновый статус, все в идеальном порядке. Тем не менее, это есть. Вот у него предстоит, например, в обыскной вечер. Конечно, мы рекомендуем ей начать прием там, вауцикловира до обыскного вечера, потому что в тот момент, когда нужно танцевать, все фотографии, она не была бы с этим, так сказать, очагом. Поэтому вот имейте в виду по поводу этой ситуации. Следующий слайд. Значит, рецидивы очень чисты. Видите, до, вот тут данные, значит, до 89% пациентов имеют. Причем где-то в половине случаев они такой средней, тяжелой стадии изматывающих пациентов. Вот у меня пациентка недавно была. Говорит, что мне, когда у меня рецидив генитального герпеса, мне кажется, я сажусь уретрой на раскаленную иглу. Ну, может быть, за опять, казалось бы, ну, более банальной темы, чем, так сказать, генитальный герпес, трудно придумать. Это не парвовирус B19, это не GC-вирус, многочуговая лекарственная лопатия, но и даже не CMV. Ну, казалось бы, ну, все, все, так сказать, здесь расписано, прописано, и есть препараты относительно дешевые. Ну, за пять лет ей никто ничего не сказал. Она так и садилась ежемесячно уретры на раскаленную иглу, пока не пришла к нам в клинику. Это потрясающе. Вот эта женщина тоже самая, понимаете, как. Ну, ладно. Так, значит, до 60 процентов, и это, конечно, снижение качества жизни. Следующий слайд. Ну, мы иногда во время беременности нам ближе к родам, да, для нас важно, это первичный генитальный герпес, это первичный рецидив, или это рецидив генитального герпеса. Ну, здесь, конечно, играет роль во многом клиника, первичный протекает более бурно, с большими симптомами интоксикации, с дезуриями. Вот. Бывают училим фузлов, например, региональных паховых. Рецидивы протекают более легко и более быстро происходит уже излечение. Следующий слайд. Иногда это важно. Больные рецидивы здесь разные, так сказать, локализации. Следующий слайд. Но здесь для нас что опасно? Вот, ну, во-первых, значит, еще раз, да, помните об этой ситуации. Первое. Уретрит, цистит, цервитит. Вот я сейчас все чаще и чаще встречаюсь с неясной теологией уретриты. Или циститы. Вот. Вот сейчас у меня одна заведующее отделение, уж не буду называть, слезы, понимаете, такие боли при цистите, видим сейчас с уретритом, что просто сил нет. Она говорит, я просто, вот действительно она думает о, ну, может быть, не о, так сказать, окончании жизни, но буквально, ну, тяжелейшая ситуация, понимаете, вот это у нее был первый рецидив генитального герпеса, вот так протекающий. Поэтому запомните, пожалуйста, если вы встречаетесь с неясной теологией, циститом и реуретритом. И более того, вы видите периодичность вот этой вот урогенитальной или урологической патологии. Подумайте о генитальном герпесе. Не всегда это сопровождается выраженными высыпаниями, понимаете. Например, известно по детям, что только 30% детей с поражением ЦНС герпетическим имели кожные поражения, имели там лобиальный герпес. Не всегда, не везде. Или там можно не заметить, или так далее. Поэтому обратите внимание обязательно на это. Второй момент, эти вот периодальные язвы и трещины. Вот еще раз я говорю, вот это периодические возникновения этих трещин, конечно, у этой женщины, которая только что два часа назад консультировалась, конечно, это может даже не смотреть, никакие обследования проводить. Значит, это связано с герпесом. Я нередко встречаю отсутствие ДНК, ПЦР, когда мы смотрим. Вот какие причины здесь непонятны. Может быть нарушение правил забора материала, но не всегда вы можете вывести в будитель. Вот. Проктит. Вы видите, что один из основных, вернее, вторая после гонокковой инфекции причина, значит, проктита, это хронический перинатальный герпес. Тоже об этом помните. Простатиты у мужчин, 23% поддерживается хронической инфекцией. То есть, и не так все безобидно. Вот некоторые женщины говорят, да ну что там принимать, у меня печень отваливается, каждый месяц генитальный герпес, ничего страшного. Вы должны говорить, что рано или поздно это может привести к осложнению, вот этот рецидивирующий генитальный герпес, не подверженный лечению. Поэтому, конечно, надо лечить. Ну, редко, но метко может возникать, ну, миелит, астетический минингит, мы видели несколько раз, но это крайне редко. Возможно, радикуламиопатии, ганглиолит, то есть, конечно, есть связь, вот такая, знаете, вот, например, многие женщины отмечают парастезии. За 2-3 дня до возникновения генитального герпеса идут парастезии такие, да, идут такая какая-то тяжесть в области бедер, боли, потом это может развиваться, такие вот неприятные ощущения. Значит, ну, а плюс вот такие осложнения, как нейрогенный мочевой пузырь, крестцовая невралгия, анестезия. Например, вот дважды за полтора месяца я консультирую пациентки, пациентка с синдромом беспокойных ног. Понимаете, вот, понимаете, да, когда человек не может заснуть, все время эти боли в ногах возникают, все время смена положения, вот эта периодичность в сочетании с генитальным герпесом привело нас к выводу, что, возможно, это была связь с генитальным герпесом, и длительная, постоянная терапия привело к улучшению, явно улучшению состояния. Вот, ну, в редких случаях поперечный милит. Это прицитомигаловирусной инфекции мы наблюдаем обычно. Могут быть эритемы, может быть аутоинокуляции, то есть заражение, описанный конъюнктивит кератит, я, правда, не видел никогда, но вот поражение кожи на пальцах рук, герпетические панорицы, фаренгиты, это мы видели, сейчас я вам покажу слайды, и, наконец, повышенный риск инфицированными другими возбудителями. Прежде всего, у женщин, это, конечно, кандидозный вагенит, очень часто, у мужчин балантит, как вторичное заражение, вот этих эрозий и язв, связанных с герпесом. Поэтому это все не так безобидно, как может показаться на первый, следующий слайд. Ну вот, наш пациент в БАЧ-клинике наблюдался полтора месяца назад. Обратите внимание, значит, эрозия, и посмотрите глубина ян, следующий слайд, посмотрите. Это рецидив, это не первичный, это рецидив. Хоть бы хны, ходил так, ну да, что-то это побаливает, это глубочайшее, посмотрите, следующий слайд, глубокое поражение. Вот, конечно, это уже такая бактериальная идет инфекция, следующий слайд. Посмотрите, вот это рецидив генитального герпеса, нелеченый, посмотрите, каким глубоким поражением, болезненным может привести. Следующий слайд. Ну вот, более крупно, это наш пациент, еще раз говорю, ВЭЧ-клиник, следующий слайд. А вот, пожалуйста, вот он, вы знаете, удивительно, у меня там по ЦМВ, например, 200-250 слайдов, я читаю. Часть из них подготовлены еще на зарядке юности. Каждый слайд по клиническому проявлению, например, ЦМВ и герпеса, в итоге за 25 лет работы я нахожу, значит, в своей практике. Вот этот панорийцый, там 6%, при, значит, первичной инфекции, все, я так читал, пока вот я не встретился вот с этим пациентом в моем кабинете. Вот посмотрите, обратите внимание, вот такой вот герпес, который генитальный, но заражение идет. Вот, обратите внимание, посмотрите, вот какие могут быть последствия вот такого аутозаражения и, соответственно, вот таких развитий. Это потрясающие вещи. Следующий слайд. Вот. Значит, вот такие вещи. Следующий момент. Значит, во-первых, генитальный герпес, рецидивы, качество жизни, может быть, урогенитальная патология с формированием, прежде всего, цистита, вот этих вот, патериутритов, но помните об авортивных формах. Опять-таки, для нас иногда при беременности это очень важно, да и просто, когда пациент жалуется на вот эти периодические дискомфорты, боли, нарушения мочеспускания, для нас важно понять, все-таки есть генитальный герпес или нет. Геморрагическая форма. Ну, когда вот так вот, какой-то у пациента предшествовало, темно-красцодержимые, глубокие поражения, это боксинг, но бывает геморрагическая форма. А вот, следующий слайд. А вот, гораздо важнее, гораздо важнее нам не пропустить атипичные формы. Гиперемии, плюс отечность поражения, плюс трещины, глубокие. Вот я недавно пациента наблюдал, ну, как будто ножом прорезано в области полового члена, глубокая, такая одиночная трещина. Сказывают, что у нее там появилась молодая женщина, но все, она заболела тяжелым рецидивирующим генитальным герпесом. Так что вот, в виде такой вот трещины на фоне гиперемии, отечности. Абортивная форма может быть, зудящее пятно, папулы. Это очень важно, потому что у женщины, я забегаю вперед, у которых идут рецидивирующие поражения связь с генитальным герпесом во время беременности, частые, мы должны с 36 недели беременности назначать, предположим, валацикловир до момента родов. Понимаете как? Мы никогда так не пойдем, если мы не уверены в том, что действительно есть рецидивирующий генитальный герпес. Поэтому обратите внимание вот на эти абортивные формы, которые могут быть, в частности, у женщины. В виде трещинок, то есть вот такие виды атипичных абортивных форм. Ну вот по данным Кузьмина с Адамьяном, с Адамьяном, женской фамилии не склоняется, да, мужская склоняется, женская нет. Только 36% женщины имела классическую форму генитального герпеса. Следующий слайд. Значит, ну еще раз обращаю ваше внимание, еще раз на вот эти вот ну осложнения или неспецифические симптомы. Помните, пожалуйста, что это может быть связано с вирусом простого герпеса второго типа прежде всего. И, конечно, требует противогерпетического лечения. Помните об этом. Если и теологии цервитита, цистита, уретрита, какие-то вот у меня были несколько пациентов действительно четкие, периодические, в поле такие радикулярные боли. И даже если нет нет высыпаний, но вот эта периодичность, вот эта связь с некими триггерами, с состояниями, да, предполагали, что, возможно, это связано с генитальным герпесом, с поле радикулопатией без выраженных кожных высыпаний. Следующая связь. Описаны хронические эндометриты. Сейчас все больше и больше стали отмечать связь. Другое дело, коллеги, конечно, если вы посмотрите доктора Кузьмина, доску диссертацию, вирусные инфекции у беременных. Первое, что я открываю, как эти инфекции были подтверждены. Если я увидел, что нередко они были подтверждены по высокому титру и ГДЖ антител, я эту диссертацию больше не читаю, потому что я не вижу доказательств, что те описанные формы у беременных, вот пишут, например, что генитальный герпес может быть причиной абортов, выкидышей, при этом 95-97% вируса заражается во время родов. Но ничего это не доказано, понимаете, связь герпеса вот с этими выкидышами, абортами и так далее с внутриутробной патологией. Нет этой связи. Почему? Потому что используют, вернее, не доказано, используют те лабораторные методы, которые не доказывают четкость вот этой связи между клиникой и этиологией. Я к чему говорю? То же самое и здесь. Не знаю, насколько авторы, которые приводят эти цифры, насколько мы можем действительно убедиться, что вот эти признаки хронического эндометрита имеют, ну, опять-таки, видите, вирус бактериальной генезы. Нет, ну, все-таки давайте это бактериальные или вирусные почетче. Вот наша медицина, она имеет несколько грехов. Первое, это, конечно, сирология, мы считаем, так сказать, по ЭГДЖ мы ставим все диагнозы. Раз. Второе, это иммуномодуляторы индукта интерферона. Ну, я не знаю, прямо руки хочется связать к гинекологам и прочее, чтобы они не назначали интерферон в свечах. Это полную билиберду. Понимаете? Нет, обязательно, обязательно все эти дети иммунизопрениозиды, пановиры, иммунофаны, орбидолы, все рекой льется. Это, действительно, эти препараты все включены в расстрелянный так называемый список. Они абсолютно неэффективны. Сюда же эссенциалий и гептопротекторы, пробиотики. Все это абсолютная чепуха. Понимаете? Никогда в жизни цивилизованная страна не лечит этими препаратами. Только в России. Не знаем, с чем связана диагноз, но означаемый ферон в свечах. Короче, вот то же самое и здесь. Насколько это было доказано герпетической теологии, трудно сказать. Но то, что это может быть связано, и есть такая монография Пухнера и Козловой, которые описывают гинекологическую патологию, связанную как с СМВ, так и с герпесом, мы должны согласиться. Может быть, меньший процент, но тем не менее, он есть. Да, вот и там можно какие-то кровянистые выделения, в частности, характерные, ну и так далее. Но здесь я не гинеколог, не буду здесь, а то меня гинекологи кто-то раскритикуют. Вот, так что следующий слайд. Но помним о том, что все не связано только с локальным проявлением. И вот то, о чем я говорю. Значит, не скажет вам пациент, насколько тяжело для него вот этот рецидивирующий генитальный герпес. Ну вот посмотрите, опять-таки, не мы, конечно, не мы. Мы все время слайды читаем, ну не мы, а не я, может быть, но и я в том числе. Очень часто по зарубежным исследованиям. Ну смешно, когда зам руководителя центра СПИДа по клинике читает лекции по количеству анемии веществицированных, еще чего-то там, да, или сахарного диабета по зарубежным данным. Ну ты-то можешь, так сказать, провести исследование и прочитать своих данных. Так и здесь. Конечно, не мы эти все исследования проводили, но тем не менее 600 человек было опрошено, в основном это женщины. Посмотрите, посмотрите, насколько, так сказать, тяжелейший дискомфорт психологический возникает этот генитальный герпес. Действительно закомплексованный человек, действительно нарушение половой функции, сексуальной функции, теряет человек уверенность в себе, поэтому крайне важно коллеги на это обращать внимание и помогать, и помогать, потому что действительно это не связано только с небольшими визикулерными высыпаниями, визикулезными в области гениталиев, да, или периональной области. Так что эта вещь очень серьезная. На это вообще отечественная медицина мало обращает внимания, на психологическое сопровождение пациентов. За рубежом даже указано несколько сайтов, на котором помогают помочь пациентам справиться вот с этим дискомфортом. Следующий сайт, спасибо. Так, ну, при ВИЧ-инфекции у школи мы находимся в этой клинике, скажем, что есть связь между репликацией вируса простого герпеса второго типа и репликацией ВИЧ. Есть данные, что назначение ацикловира, снижающий репликацию вируса простого герпеса, снижает репликацию ВИЧ. Совершенно однозначно, что генитальные, что ВИЧ надо постараться заразиться, да, это вирус младенец, слабенький вирус по сравнению с вирусом гепатита B, например. Не так легко им заразиться, 0,8% при всего лишь заражении, менее 1% при однократном контакте. Но наличие эрозивных язвных поражений, связанных с вирусом простого герпеса, конечно, облегчает заражение ВИЧ. Вот, следующий слайд. И, конечно, мы видим, что нередко можем столкнуться при ВИЧ-инфекции вообще у больных с иммуносупрессией, первичный иммунодефицит, трицепиенты органов с атипичным течением генитального герпеса или с более тяжелым течением генитального герпеса. Вот я помню, например, в 90-х годах, когда не было антиритовирусной терапии, какие периодальные, перианальные язвы мы встречали у мужчин ВИЧ-инфицированных. Ну, это, понимаете, тяжелейшее, глубочайшее поражение перианальной области. И, конечно, если мы сталкиваемся с герпетическими высыпаниями, не проходящие больше трех недель, то мы можем ставить диагноз 4ВСПИД, в принципе. То есть, чем глубже иммунодефицит, тем чаще возникают рецидивы, тем глубже они дольше протекают, но не все с этим согласны. И действительно, мы видим, вот я за последний год видел трех женщин, у которых только прекращают прием валацикловира, сразу возникает герпетические поражение. Никакой модефицита у них не было. Не все работы подтверждают эти данные, что чем глубже, тем хуже. Нет такой прямой корреляции между иммунным статусом и активностью вируса простого герпеса, который есть у CMV, например. Вот сейчас мы проанализировали 5000 пациентов, 7000 разных биологических жидкостей, определяли в числе других концентрацию ДНК ЦМВ, ДНК Эпштейнбар в ликваре, в лаваже, в крови и так далее. Вот по ЦМВ мы видели абсолютно четкую корреляцию между концентрацией вируса ЦМВ и состоянием иммунитета. А при Эпштейнбар ничего подобного не было. Ничего подобного. Понимаете как? Так что вот это все, вот это и рассуждение иммуносупрессия, убеременность и устранство, ну конечно иммуносупрессия, ничего подобного. Понимаете как? Значит надо все доказывать. Так что вот так но тем не менее, конечно, чем глубже подавлены С4-лимфоциты, тем больше вероятность более тяжелого течения. Следующий слайд. Ну конечно мы наблюдаем у больных с ВИЧ-инфекцией и органные поражения, но с первым типом. Следующий аспект, что действительно вирус первого типа и прежде всего второго типа относятся к инфекции, к торч-синдрому так называемому, к торч-инфекциям вернее, то есть к тем возбудителям, которые могут вызывать внутриутробную патологию. Сразу вам скажу, вот сейчас я просто все свое время посвящаю борьбе с чиновниками акушерства и гинекологии, чтобы наконец-то стали мы расшифровывать внутриэтиологию внутриутробных инфекций. Вот в акушерстве и на антологии такая ситуация, как у нас было в области СПИДа в 1991-1992 году, когда умирали больные от некротического энцефалита, эрозивно-язвенного колита, поражения надпочеков, пневмонии, двухсторонние, февреты, но этиологию никто не ставил. Мы в 1992-1993 году сказали, что мы прекращаем эту ситуацию, мы набрасываемся все силы свои будем посвящать, чтобы хотя бы посмертно, а потом прижизненно нам говорили, где токсоплазм, энцефалит, где цемв, энцефалит, где многочколи, энцефалопатия и так далее, и так далее. Каково было же мое удивление, и я был потрясен присутствием на конференциях утренних, что спокойно говорят, да, внутриутробная патология, да, ребенок с перинатальными поражениями. Точка. Никакой этиологии, никакой терапии, никакого ретроспективного анализа нет. Это удивительно, понимаете, что в 21 веке ничего не расшифровывается. Нужно расшифровывать, нужно эту проблему, конечно, совершенно заново к ней относиться. Следующий слайд. Вот. Ну, в частности, вирус герпесинфекция во время беременности. Ну, вот посмотрим статистику. Видите, разность. США, например, от 1 до 50 случаев на 100 тысяч новорожденных. Канада, Франция 2, 6. По другим исследованиям, 1, 2 случаев на 2540 тысяч родов. Но, тем не менее, в США тысяча случаев ежегодно при населении порядка 321-328 миллионов человек рождаются. А в России при 140 миллионов человек населению сколько диагнозов нейнотального герпеса? Сколько? У нас должно быть где-то около 1000, 700 тысяч. Есть ли это? Наверняка нет. Понимаете? Нет этого. Нет статистики. Все это уходит на триутробные инфекции. Вот. И вообще у нас нет отслеживания акшер-гинеколог, ведущей беременность, потом принимающий роды, неонатолог, педиатр. Вот если бы качество ведения беременных оценивали бы через год после родов, была бы ситуация совершенно подругая. Если бы акшер-гинеколог платили бы за роды через год после рождения ребенка, то была бы другая ситуация. А так раз-два, два дня все нормально, следующий там, понимаете, и... А потом очередь к невропатологу на улице Иван Сусайной в студопедиатрии. Матери несут детей с тяжелой неврологической патологией. Никто не может сказать, что с ребенком. Никакой тяжелой не было ни родовой травмы, там, я не знаю, никаких не было генетических вещей, а ребенок оказался тяжелым поражением. Почему? Что мы должны сделать, чтобы этого не было в следующие женщины, когда попадает в наше поле зрения. Значит, ну что? Да, значит, с одной стороны мы сейчас об этом скажем, что, конечно, первичный генитальный герпес незадолго до родов, в течение месяца до родов основной риск заражения ребенка ребенок заражается интранатально. Еще раз говорю, да, в 95-96-7% случаев ребенок заражается интранатально. Поэтому возникновение генитального герпеса в первом триместре, во втором триместре, скорее всего, это не привносит никакой опасности для ребенка. Внутриутробную инфекцию герпес, по всей видимости, не вызывает. Ну, может быть, в каких-то крайне эксклюзивных случаях. Поэтому для нас опасен период родов, да, интранатальное заражение. Первичный герпес в течение месяца до родов крайне высокий риск, там 50-60-70% заражения. Первое. При цидивирующей герпетической инфекции гораздо меньше, 2%. При, когда в анамнезе генитальный герпес, 0,1. Но забегая вперед, сразу хочу сказать, что не это основная причина, и не это, а бессимптомное выделение у женщин вирус простого герпеса в генитальном тракте. И 70% детей заражается именно при этой ситуации. Сейчас об этом скажем. Значит так, ну, конечно, если, видите, смотрите, значит, если женщина не имеет антител к вирусу простого герпеса, а партнер, муж ее имеет, иногда это разные вещи, партнер и муж, я недавно встречал, в медицинском учреждении консультировал, в одной палате лежала жена, рожала, а второго женщина, в которой муж, ну, любовь, так скажем, одновременно рожали детей от одного мужчины. Что только не увидишь, так сказать, в медицинской практике. Вот, так что, значит, смотрите, поэтому антитела для нас важны, ну, во-первых, чтобы исключить, если мы видим генитальный герпес, острый процесс, но и очень важно, чтобы выявить серонегативных женщин, серонегативных женщин, которые, соответственно, имеют риск заразиться во время беременности. Вот, ну, примерно вот тут 10%, ну, не знаю, может быть больше, может быть меньше, серонегативных беременных. Нужна абсолютно четкая консультация, консультирование. Если вы видите, отсутствуют антитела в ЦМВ, в токсоплазмозу, к вирусу простого герпеса второго типа, ну, или первого, второго, то четко говорите, что надо не просто бойтесь кошек, так сказать, в токсоплазмозе, а надо тщательно мыть разделочную доску, на котором вы сырое мясо режете. Не пробуйте на соль вот это сырое мясо и тогда четко проговаривать. Не при ЦМВ там, не облизывайте соску у старшего ребенка, не доедайте из одной тарелки, не ешьте, не целуйте в губы, не просто ведите нормальный, здоровый образ жизни. Я уже еще раз говорю об этом. Четкие, ясные консультации у женщины, значит, она не понимает, что вы имеете в виду. У нее здоровый образ жизни для нее одно, а для вас, может быть, другое. Помните о том, что две женщины отверменно рожали, значит, одного мужчины. Так что у каждого по-своему. Поэтому, так и здесь, еще раз говорю, оральный секс может быть опасен, если нет антител к первому типу. Обязательно используем презервативов при блох контактах, если не втерпешь, беременна женщина и так далее. То есть, четко и ясно проговариваете эти вопросы. Не меняйте полового партнера во время беременности и прочее. Ну вот, значит, ну вот, видите, дискандартные пары, риск около 4%. Если есть антитела к первому типу, они частично защищают от второго. Риск меньше при дискандартных парах передачи от партнера во время беременности. Вот. Но тем не менее, вот видите, посмотрите, в США от 2,5% на 100 тысяч беременных есть частота острая в юриспортной геркетин-персии. Особенно неблагоприятно в третьем триместре беременности. Вот такие примерно цифры. То есть, еще раз говорю, опасно, когда женщина не имеет антител. Обязательно в каждом триместре обследуйте. Ну, я уже устал сталкиваться с тем, что женщина не имеет антител. Ну, прежде всего, в ЦМВ на третьем триместре кисты в головном мозге. Почему? Да потому что, а, ну, у вас все в порядке, антител нет, ну и черт с ним понимать. Обязательно таких женщин надо вести. Как минимум, в каждом триместре обследовать. Обязательно проводить неплановое обследование, если какие-то есть симптомы остеоэкционного заболевания, ну, ВПГ-2, ЦМВ и так далее, или какой-то дискомфорт периональной области. Это очень опасная ситуация, серонегативные женщины во время беременности. Четко и ясно алгоритм должен быть работать с ними. Следующий слайд. Значит, ну, что вот генитальный герпель. Да, риск заражения плода, я сказал, прежде всего, первичный, рецидивирующий 2%, в анамнезе 0,1% случаев. Но, 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 да, в основном это интернатальное заражение, уже было сказано. Но, коллеги, помним о том, что до 70% матерей генитальный герпель может протекать бессимптомно. Как вы в обычной ситуации. Мы говорим, только 10, 20, ну, я не знаю, 30% с манифестными формами. Очень часто бессимптомно. А уж тем более с атипичными формами. Поэтому мы можем не отнести этих женщин сюда. Вот. И в итоге, забегая вперед, 70%, 78 случаев заражения ребенка и развития тяжелейшего заболевания нентальный герпес связано вот с этой ситуацией. Когда у женщины генитальный герпес был в анамнезе, или когда у партнера в анамнезе был, а никаких поражений во время беременности в третьем триместре не было. Мы совершенно спокойны. Мы никаких ничего не даем препарат, никакого обследования проводим. Ну, не мы, мы это проводим. Как Мюллер говорит, да, никому верить нельзя, но мне можно. Да, так и здесь. Вот. И все. И в итоге ребенок заражается. До 70%, где-то у меня сейчас будет слайд, 70, 60, 80% детей, которые делились нанотальным герпесом, матери не имели никаких клинических проявлений генитального герпеса. По крайней мере, в этом триместре. Но, конечно, мы говорим, если уж случается первичный герпес, видите, 40 тысяч роженец, значит, 48 часов обследования детей выявили 121 бессимптомное выделение. Ну, конечно, все-таки первичный генитальный герпес больше заражения, рецидивирующий, меньше, но, тем не менее, в конце беременности важно. А с первым эпизодом это... Да, но еще раз я говорю, здесь почему для нас меньше значения имеет, потому что мы проводим терапию обязательно. А вот при бессимптомном выделении мы терапию эту не проводим. В большинстве кожественных консультаций, роддомов и так далее. Сейчас мы об этом поговорим. Ребенок мало не покажется, говорится. Вот я был в Сан-Диего, вот была работа по динатальному герпесу. Опять-таки, не наша, к сожалению. что-то 218 детей с натальным герпесом, жизнь до 22 дня обследовалась, и тогда генитальный герпес 8%, лобиальный 8%, и пошло-поехало. Видите, с первых часов развивается клиника. Сразу забегая вперед, при малейшем подозрении на неонатальный герпес, когда мы видим какую-то, не знаю, интоксикацию поражения ростемы, мы сразу же начинать ацикловир. Сразу же, при малейшем подозрении. Вот, если вы видите у ребенка старшего возраста энцефалит, или если вы видите у взрослого человека энцефалит, помните, что это вирус герпеса основная причина поражения ЦНС в виде энцефалита у детей и взрослых в странах умеренного климата. Сразу же терапийно начинать. Так что, вот как протекает неонатальный герпес у детей. Видите, от нуля до семи дней уже 14% это гризон формы 2%. ЦНС тяжелое заболевание. Лучше его предотвратить, конечно. Следующий слайд. Вот то, что о клинике мы говорим. Рецидивирующий характер, психологический дискомфорт, так сказать, бывают атипичные формы и прочее, прочее. Диагностика. Следующий слайд. Ну, во-первых, конечно, серология. Серология нам важна, коллеги, при любых инфекциях только для диагностики острого первичного заражения. Никакой корреляции между титрами ЭГДЖ и активностью репликации вируса нет. Неправильно до сих пор мы встречаем бесконечное утверждение «Ой, высокие титры ЭГДЖ, ну, значит, активной ЦМВ инфекции, я не знаю, там, герпетическое». Это неправильно. Наоборот, по диссертации, сейчас была диссертация в Болгарии, до сего, было показано, чем выше титр антител, тем меньше вероятность заражения, ЦМВ. Поэтому, значит, серология при рецидивах, при неострой инфекции не нужна, бесполезна. она нужна только в двух случаях. Первое, для, ну, вот здесь сначала, для выявления серонегативной, отсутствия антител, и, соответственно, проведение, и, соответственно, необходимость консультирования по профилактике первичного заражения, и необходимости обязательного обследования, например, в дальнейшем в течение беременности. О первичной инфекции будут говорить, к сожалению, большому, не вот это вот, ИГДЖ, нет, ИГМ, ИГМ плюс. Вот я консультирую в нескольких медицинских учреждениях, я, ну, это надо заняться, конечно, встречаюсь с бесконечными ложноположительными результатами. ИГМ, импортозамещение, плохие тест-системы, не знаю там, в чем дело, но мы бесконечно встречаемся особенно герпесом ИГМ. Да, они могут быть при рецидивах, но я думаю, что когда мы встречаемся на фоне, так сказать, ИГДЖ, с ИГМ, скорее всего, это ложноположительные результаты. Поэтому, и вот здесь вы не можете отличить, это ложноположительный результат или истинный. За рубежом сразу начинают терапию, при ЦМВ, науцитатектом, сразу же, буквально на следующий день после получения такого результата. Мы, к сожалению, это не можем похвастаться. Мы делаем анализ через 7-10 дней и смотрим, нет ли сероконверсии. Сероконверсии, то есть, не просто ИГМ, а отсутствие ИГДЖ с дальнейшим появлением ИГДЖ 100% доказывает, что мы столкнулись с первичной инфекцией, в частности, с первичным генитальным герпесом. Или низковидные ИГДЖ. Вот при ЦМВ, токсоплазмозе, это прекрасно работает. Низковидные ИГДЖ означают недавнее, в течение не более трех месяцев, заражение. При генитальном герпесе я не знаю лаборатории, которая определяла боовидность. Ну, ее, по идее, надо делать. Поэтому за первичный генитальный герпес нам скажут выраженные клинические проявления, общие, наряду с выраженными локальными проявлениями. Например, наличие генитального герпеса у полового партнера, отсутствие генитального герпеса ранее, например, у женщины, сероконверсия по ИГДЖ, их не было, потом они появляются, ну и наличие ИГМ. Ну и, конечно, ДНК, вирус простого герпеса в месте поражений. Но молекулярные методы диагностики при любой инфекции, когда дело касается острой, имеют меньшее значение. Сирология необходима для подтверждения острой инфекции. коллеги, помните, дальше, если у женщины есть ИГДЖ, вот такая ситуация, не надо ее, ну за рубежом вообще скринит не проводится, надо так сказать, но у нас мы берем эти дела, не надо ее дальше постоянно смотреть, если у нее генитальный герпес или нет генитального герпеса на вот эту сирологию. Она абсолютно не информативна для вас. Это потрясающий объем стандартных исследований. С этим все борются, немцы хотят, разработали программу, доктор нажимает генитальный герпес, ему высвечивается только то, что он должен иметь право сделать, не больше, не меньше. Потому что, что делают клиницисты в плане лабораторного исследования, я предложил сейчас главному внештатному специалисту по диагностике обнулить все рекомендации по инфекционным болезням и еще раз вернуться к лабораторной части, потому что это, конечно, ужасно, что творится. Если бы больница платила само за исследование, было бы по-другому, но неважно. Ладно, в общем, сирология нужна только для острой инфекции. Следующий слайд. Значит, так, это я уже сказал, значит, никакого клинического значения ИГДЖ не играют, ИГМ часто не определяется при рецидивах или очень часто ложноположительный результат, к сожалению. Опять-таки, ведь врач не знает, какие-то системы используются, что, как, все это куда-то в темную, никакого взаимодействия нет между врачом-клиницистом и сотрудником лаборатории. А за рубежом, например, в Штатах, по-моему, 3000 таких патологов, то есть специалистов по интерпретации клинических исследований. Вот. Так что, вот, при рецидиве заболевания имеют низкое значение. Следующий слайд. Однако, у нас есть некоторые сложности в постановке диагноза при бессимптомном, при атипичном течении генитального герпеса. И здесь уже ПЦР выходит на первый план. Следующий слайд. Вот. Это первое. Второе, конечно, когда мы проводим обследование, все-таки очень часто мы ставим диагноз клинического генитального герпеса, да, но когда нам нужно обследование, прежде всего выявление ДНК. Если мы видим обширные кожные поражения, и мы не совсем понимаем, это, например, распространенный герпес лобиалис, так назовем, или герпес остр, когда мы имеем поражение ЦНС, поражение, не описаны случаи острой гербетической инфекции с развитием бронхита, пневмонии, гепатита, поэтому, и даже зофагита, поэтому тоже нам надо ставить диагноз, приувитии, кератиты, ретиниты, и активное, бессимптомное выделение у беременных. Вот в этой ситуации мы должны провести лабораторное обследование. Ну и, конечно, диагностики врожденной инфекции. А так, в основном, конечно, клинически мы ставим диагноз. Следующий слайд. Ну вот, пожалуйста, вот это что? Что у женщины? Понимаете, это герпес, или это что-то другое? Без взятия ДНК вирус простого герпеса мы можем здесь не обойтись. Хотя тут слюна может нам попасться, может контаминация быть, но тем не менее. Следующий слайд. А вот это что у нас? Это, ну понятно, что это герпес, да? Ну согласитесь, здесь классика. Кто не видел ни разу у себя, посмотрите. Значит, ну что это? Это опоясывающий лишай, да, рецидив в соответствующем поражении в области нерва, или это генитальный герпес. Для нас это важно, если это беременная женщина. Следующий слайд. А это что такое? Это все наши мои пациенты, да? Это что такое? Это, скорее всего, это брецелозостер инфекция, скорее всего, но могут вызывать сомнения. Берем соскоп на ДНК ЦНВ и 100% подтверждаем. Чтобы не забыть, в госпитале Лапина только я пришел, рождается ребенок кожа, кожа аж отслаивается, у него слезает. Что с ребенком? Бактериальной инфекцией все отрицательно. Да, спрашиваю мать, нет генитального герпеса? Нет, ветрянка болела раньше. Что такое? Непонятно. И был маленький элементик. Мы взяли соскопы этого ребенка трехдневного возраста и увидели там ДНК, вирус вирусовый целый зостер. И поняли, что мы столкнулись с врожденной ветряной оспой. И когда начали расшифровывать мать, мать-то болела ветрянкой, но за время беременности в третьем триместре двое ее старших детей перенесли ветрянку. Видимо, какое-то повторное инфицирование, это привело к заражению ребенка. Только выявление ДНК вирусовый целый зостер позволило нам поставить диагноз. Не забывайте об этом. Или вот уж так, отвлекаясь, у меня беременная женщина с ветрянкой приходит. Слушайте, ну я каждый раз перекрещиваюсь. Почему? Потому что какие-то элементы не классические. Я каждый раз боюсь пропустить это. Ну вот, когда в книжке читаешь, да, и на фотографии смотришь, или когда говорят, Василий, это вот ветрянка, ты посмотрел, ну да, какая же ветрянка. А когда ты сам, и вот бывает, что именно соскоп нам позволяет поставить диагноз. Следующий слайд. Вот. А это что такое? В районе ореолы. Что это за поражение, так сказать, у женщины? Только выявление ДНК, вирус простого герпеса, да, скажет нам. Ну когда мы говорим ДНК, то это первый-второй тип. Мы не делим, по антителам мы делим. Здесь нет, только ДНК, первый-второй тип, сразу расшифровываем. Но тем не менее, следующий слайд. А, все уже. Вот. Так что вот такие вещи. Вот для таких форм, или когда мы сталкиваемся с висцеральными формами, с поражением тенихорганов, поражение всем это важно. Значит, на ДНК что мы можем проводить? Разные биологические жидкости, в том числе, урогенитальные соскобы. Следующий слайд. Ну вот, пожалуйста, наша работа, когда тут 90-х годов. Вот, посмотрите, мы наших, так сказать, пациентов обследовали, в 88% случаев мы находили вирус простого герпеса, или валицелый зостер. Ну и вот, это нам и позволит расшифровывать. 15% поступающих в нашу больницу с диагнозом ветряная оспа, диагноз не подтверждается. То есть, на самом деле, это не опоясывающий решение и так далее. А в крови крайне редко. Вот это я вот очень важно, что не забыл сказать, коллеги. Значит, вот герпесы и ПЦР, и молекулярные методы, и кровь разные. Вот вы должны себе понимать, например, ДНК, ЦМВ нашли в крови 100% очень активной инфекции, так скажем, высокоактивной инфекции. Вирус Эпштейн-Бар, вирус герпес 6 типа нашли в крови. Нет, не говорит об этом. И у здоровых людей присутствовав в крови нужна определенная концентрация. А вирус простого герпеса никогда вы не идете в крови. Это возбудитель, если это не какая-то генерализованная инфекция. 4 часа он находится всего. Поэтому, когда перед вами пациент и есть молекулярные методы, и есть биологический субстрат какой-то, вы должны четко себе представлять, какие инфекции, на что надо обследовать, и что означает положительный и отрицательный результат. Понимаете? Вот когда дело касается из простого герпеса, кровь не информативная. А слюна? Вот мы смотрим беременную женщину. Раз, акушер, гинеколог, слюна, мочу, кровь, там соскоб, это же деньги все стоит, во-первых. Так вот, слюну нет, не надо обследовать. Почему? Потому что кровь не чувствительная, потому что низкая клиническая чувствительность. Может быть, поражение герпетическое в крови не будет, а слюна низкая специфичность. То есть, будет присутствовать вбудитель не у всех, не только у тех, у кого есть, ну, например, не знаю, герпетическая пневмония. Поэтому, коллеги, еще раз вдумывайтесь, какой возбудитель, какую биологическую жидкость вы должны направить на исследование и что это означает. Посмотрите интернеты, посмотрите рекомендации, посмотрите все и будьте грамотным человеком. Значит, поэтому кровь мы не обследуем. Следующий слайд. Кроме детей. Кроме детей. Ну, что еще? Вот, недалее, как 5 октября 2018 года была доложена работа из нашего института. Вот, посмотрите, выявление. Значит, мужчины, практикуешь секс с мужчинами, 307 мужчин с клиническими проявлениями, болезнь, в первую очередь, он путем, обычно берется из уретры. Посмотрите, взяли из мочи, из ротоглотки, прямой кишки. Вот частота вируса первого-второго типа в вот этих биологических жидкостях. Вот, видите, например, ну, в ротоглотке ладно, ладно, а вот, в прямой кишке, и проктиты, язвенные вещи и так далее. Видите, простой 8% случаев. Моча тоже может быть. Ну, вот такой, вот такая частота выявления. Другое дело, коллеги, мы должны ответить на вопрос, если мы выявили у пациента с клиникой вирус второго типа, например, в прямой кишке, это точно связано с вирусом или нет. Какова клиническая специфичность, насколько этот маркер характерен только для, ну, я не знаю, для герпетического проктита. Или он может просто присутствовать. Поэтому вот это исследование, только половина, половина того, что надо сделать. Дальше надо смотреть клиническую чувствительность, специфичность. То есть, насколько часто присутствует возбудитель при герпетическом проктите и насколько характерно только для этого заболевания. Следующий слайд. Ну, мы провели, вот, например, исследование. Здесь, я уже сказал, больше 5000 исследований. Следующий, 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 следующий. 7000 материалов. Следующий слайд. Вот. На самые разные возбудители, в том числе на герпсер, следующий слайд. И вот, что мы получили. Видите, в мокроте 29%, биоптате лимфоузлов 3,6, биоптате ЖКТ в ликваре 2,4. Но, если сейчас, вот мы с мехматом МГУ работаем, мы уже точно знаем, что качественное обнаружение ДНК ЦМВ во всех белоричных жидкостях недостаточно. Что концентрация возбудителя от 100 может быть до 79 миллионов, например, в лаваже. И есть тоже, и вы вычислили ту концентрацию в лаваже жидкости, которая может нам ДНК ЦМВ сказать, что мы точно столкнулись с ЦМВ пневмонией. Что вот эта пневмония, при которой мы сделали бронхоскопию, связана ЦМВ. А вот что значит обнаружение ДНК вирус простого герпеса? Ну, в мокроте, скорее всего, ничего не значит. А вот, например, в биоптатах, ЖКТ, в ликваре на сегодняшний день я сказать вам не могу. Какова клиническая чувствительность, специфичность? То же самое шестого типа, например. Поэтому, опять-таки, все эти исследования, мы можем еще 10 тысяч сделать, но мы должны четко определять клиническое значение того, что мы делаем. Следующий слайд. Вот, например, при бронхоскопии. Мы в свое время, в 6-м году, сделали 744 бронхоскопии. Значит, пневмония у нас была, по-моему, в одном случае. Вот, посмотрите, в лаваже, биоптате бронхов. Конечно, чаще выявлялся возбудитель, чем была герпетическая пневмония. Поэтому нельзя ставить диагноз герпетической пневмонии по обнаружению вируса там, в лаваже или биоптате бронхов. Может быть, надо приять количество, может быть, еще что-то думать, но, по крайней мере, вот такие вещи надо проявить. Следующий слайд. В ликвари, тоже там следующий слайд. Но, конечно, конечно, если мы сталкиваемся с энцефалитом, да, и видим при отсутствии других выводителей, например, ДНК, вирус простого герпеса, конечно, мы можем предположить, что это у нас герпетическая энцефалития, срочная часть лечения. Следующий слайд. Очень важный аспект, которым я хотел обязательно вам обратить внимание, прежде чем говорить о лечении, это бессимптомное выделение вируса простого герпеса. Значит, посмотрите, вот это бессимптомное выделение имеет всегда при манифестации раз, в 15-30% случаев в течение нескольких месяцев после первого эпизода, в течение 7, где-то я прочитал, 7 дней до рецидива и 70 дней после рецидива и при бессимптомной активности. То есть, в ряде случаев, коллеги, вот это бессимптомное выделение вируса имеет место быть. И это надо уметь его выявлять. И, конечно, например, важно предохраняться там при половых контактах не только во время манифестации генитального герпеса, но по крайней мере неделю, долго. Вы не можете узнать, что это у вас генитальный герпес будет, но по крайней мере 70 дней после рецидива. Вы тоже, мужчина, может быть, опасен после рецидива генитального герпеса. Выделение вируса из визику при обострении герпеса 90%, а вот уже из эрозии 70%, а из корочек 27%. Тоже надо понимать. Если уж надо обследовать, то вовремя. 70%, я уже сказал, заражаются в ребресеновых выделениях. Ну, при ВИЧ-инфекции до 80% имеется бессимптомное течение генитального герпеса без проявления. Следующий слайд. И у беременных вот это очень важная вещь. Вот это обязательно об этом запомните хотя бы это. Конечно, почему заражение прежде всего связано с первичной инфекцией. Потому что, конечно, концентрация вирусов в секретах, в визикулах будет гораздо выше в тысячи раз, чем при рецидиве. И, конечно, чем при бессимптомном носительстве. Конечно. Но еще раз мы говорим, что 70% инфекция может протекать бессимптомно. С увеличением срока беременности бессимптомное выделение у женщины увеличивается. И в итоге мы можем столкнуться с активной бессимптомной герпетической инфекцией, и в итоге которая может привести к заражению плода. 60-80 младенцев, которые имели ненатальный герпес, матери не имели клинических проявлений к моменту родов. Нельзя считать, что с одной стороны, конечно, самый неблагоприятный момент это первичный генитальный герпес в конце месяца до родов. Или рецидив за несколько дней до родов. Да, конечно. Но мы вмешиваемся, мы проводим терапию. А здесь очень часто кшер-гинекологи не обращают на это внимание. И в итоге вот посмотрите по секрету нейонтологии и перенитологии 2013 года 50% заражения риск был связан с бессимптомным выделением, только два с рецидивом. Почему? Потому что мы не выявляем и, соответственно, терапию не проводим. Запомните, что бессимптомное выделение вируса простого герпеса из урагентального тракта является как бы основным путем заражения ребенка и развития натального герпеса. Следующий слайд. Поэтому, коллеги, обязательно при определенных ситуациях, когда на следующем слайде я их вам назову, на 32-34 неделе беременности нужно проводить соскоп соскоп сервикального канала на ДНК вирус простого герпеса спиртерового типа. Это чрезвычайно важно. Это рекомендуется очень многими международными организациями, американские линопедиатрии, CDC, США, для выявления бессимптомного выделения. И бессимптомное выделение, то есть наличие ДНК вирус простого герпеса в урогенитальном тракте приравнивается к манифестным формам генитального герпеса. Следующий слайд. Но у всех мы это исследование проводить не можем. Видите, вот было английское исследование, 7 тысяч женщин почти, только у 14 выявили, один новорожденный был инфицирован. Невозможно у всех проводить, но при наличии показаний, указанных на слайде, это нужно делать в обязательном порядке. Первичный генитальный герпес в первом триместре, рецидивы в первом триместре, наличие генитального герпеса в анамнезе, был беремен все равно обязательно соскобы, соскоб надо сделать с ретарным каналом, наличие генитального герпеса у полового партнера, наличие каких-то неясных поражений у беременных женщин, трещинок, язва, ритема, зуд такой непонятный, какие-то выделения обязательно. Ну и наконец ИГМ при планном обследовании выявления. Пусть это на фоне ИГДЖ, пусть мы считаем, что может быть это ложноположительный, но тем не менее обязательно у этих женщин надо провести соответствующее исследование. На 32-й и 4-й неделе беременности, соскоб и северокального канала, может быть влагалищные секреты можно обследовать тоже, значит на ДНК вирус простого герпеса. Выявление ДНК вирус простого герпеса в этих материалах означает наличие активной постебессимптомной инфекции и требует обязательно назначения терапии. Ну забегая вперед, тем же ацикловиром например по 500 мг раз в день 14 дней, любым препаратом ацикловиром ацикловиром в течение 14 дней, стараясь сбить вот эту активность и убрать бессимптомное выделение. Следующий слайд. Верните назад на секундочку. Назад. Но я, чтобы не забыть, коллеги, сейчас вы на слайде усилить, но если, это тоже настолько важно, я здесь вам скажу, но если у женщины идут рецидивы частые во время беременности, то соскоп необязательно проводить. С 36 недели беременности вы начинаете терапию противогипетическими препаратами до момента родов. Вот я, пожалуй, на сегодняшний день колеблюсь. Если уже, что значит много рецидивов? Если два рецидива во время беременности в первом триместре, во втором триместре, по-хорошему мы говорим, давайте соскоп сделаем. А если 8, то мы просто начинаем автоматически с 36 недели прием противогипетических препаратов до момента родов. А если 4? А если 3? А если в первом триместре 3? А если в конце второго триместра? Может быть, надо шире использовать вот эту профилактическую терапию с 36 недели беременности. Если вы колеблетесь, если вам неспокойно на душе по поводу рецидивирующего генитального герпеса, то может быть соскоб со скобом, но лучше начать вот эту терапию с 36 недели беременности и идти до момента родов. Обследовать беременную женщину в начале беременности на наличие ДНК вируса простого герпеса в уровне генитальной тракции не надо. Нет корреляции между обнаружением в начале и в третьем триместре. Это не специфично. Поэтому мы делаем соскоб, то делаем соскоб только на 32-34 недели беременности для выявления бессимптомного выделения. Это очень важно, коллеги, при всех этих ситуациях обязательно. Или же может быть при ситуациях надо начинать терапию с 6 недели беременности. Но пока вот мы действуем, если нет рецидива в частых, если нет рецидива на 36-35 недели беременности, то мы делаем соскоб и дальше определенную тактику. Понятно вот эта вещь, да? Следующий слайд. у детей обязательно при вот сейчас я пишу этой женщине но у детей так мы обследуем на ДНК вирус простого герпеса выявление которых в любой биологической жидкости подтверждает внутриутробное заражение вернее ноононатальный герпес заражение ребенка но мы делаем только если есть клинические проявления то есть обследование ребенка женщине матери которых страдала рецидивирующим генитальным герпесом делается слюна кровь там моча сосков страдовой полости вернее если есть клинические проявления вот так вот махом всех мы не обследуем следующий слайд для диагноза неонатального герпеса имеет смысл и только здесь обследование крови и так далее у взрослого кровь не обследуется ДНК вирус простого герпеса у детей обследуется кровь любой другой жидкости ликвар сосков с места поражений на ДНК вирус простого герпеса обнаружение подтверждает этот диагноз что клиника имеющая ребенка скорее всего связана с вирусом простого герпеса следующий слайд и даже есть корреляция между концентрацией ДНК вируса простого герпеса в крови или в ликваре и значит прогнозом течения видите больше чем здесь шестой степени в крови очень высокий риск летального исхода так что вот это у детей у детей имеет смысл 47% пневмонии новорожденных было связано с вирусом простого герпеса а в России кто из присутствующих у кого из друзей присутствующих кто друзья друзей присутствующих ставил диагноз герпетической пневмонии новорожденного да никто а вот по западе была такая работа 47% и в основном патология у новорожденных детей это вирусная патология вот мы не расшифровываем так что вот такая ситуация следующий слайд очень важно расшифровать почему потому что опять-таки вот в Сан-Диего была работа у которых по которой ацикловир 70 детей наблюдали судорожным синдромом терапия сразу начиналась ацикловиром взяли кровь сразу или там взяли любой жидкость сразу ацикловир начинается незамедлительно заболевание начинается в первых часов жизни но только у 4% оказалось судорожный синдром был связан с герпетической теологией 96% получали зря ацикловир ну пусть отменили его пусть так но все-таки желательно диагноз подтверждать чтобы действительно терапия тоже не зря шла новорожным детям следующий слайд и последнее лечение следующий слайд значит ну вот эта ситуация так сказать в России лечится 10% 10% часто без симптомной формы есть те или иные формы диагноз не ставится и только 10% получают адекватную противобетическую пневмонию ну более простой вещи трудно придумать и тем не менее только 10% значит ну вот например да вот у меня была женщина значит ну еще раз я говорю рецидивирующий герпес во время беременности 6 рецидивов вот это перианальная трещина значит антитела у нее есть вот смотрит она попадает в одну из московских одну из московских клиник к врачу инфекционисту значит что только в истории не написано анамноз жизнь жалоба эпид анамноз металлов теле нет написано значит измеряемые цели лечения обучение пациентов потребности в обучении нет рекомендуем что только нет в итоге диагноз герпетическая инфекция поставлена и что и терапия не назначена врач инфекционист рекомендовал акушер гинеколога ему виднее как лечить эту женщину с шестью рецидивирующими рецидивами герпеса во время беременности она пошла к гинекологу а гинеколог сказал нет нет я не буду делать нет это инфекционист пусть решает инфекционист пусть решает что за препараты в итоге она получила миферон в свечах естественно она получила имудон очень хорошее название значит она получила значит октагам она получила какой-то еще препарат опять в свечах прям к свече неравнодушные наши акушер гинекологи вот и все и пришла ко мне консультация понимаете то есть никакой четкости никакого алгоритма никакого взаимодействия между акушер гинекологами инфекционистами даже в Москве в столице нашей родины нет отправляет герпетический центр ну мягко скажем не такое у меня высокое мнение об этих ситуациях берут герпес в слюне берут в крови назначают всякие иммуномодуляторы эфироны ну в общем вот такая ситуация беда 10% всего следующий слайд значит мы должны очень четко сказать коллеги что все вот эти псевдопрепараты индуктор интерферона иммуномодуляторы вифероны я не знаю тут и неавиры циклофероны полиоксидонии полуданы амексины орбидолы абсолютно неэффективны ни при одной инфекционном заболевании нет этого нет исследований никаких понимаете и если вам иногда кажется если кто-то из вас назначает что хуже не будет вот у меня например в Лапино в госпитале мать-дитя приехала мама с ребенком ребенок такой пастозный значит уже он в школу не ходит он болеет этот бедный сыночек все там у него высокие титры эгаджи к чему-то там были капштейн бар по-моему или еще что-то вот я сказал что ваш ребенок абсолютно здоров ничего ему не надо мне на меня написали колоссальную жалобу я ехала три часа стояла в очереди а доктор сказал совершенно здоров ребенок если другой доктор подтвердит что я не прав я подам в суд поэтому конечно многим врачам легче что-то назначить или в другой ребенок Эпштейн-бар инфекция острая ставили опять ЭГГ мама уехала из Москвы в Суздаль несколько месяцев жила в Суздаль лишь бы ребенок находился в свежем воздухе получала уйму препаратов ребенок он был абсолютно здоров никакой Эпштейн-бар инфекции нет когда я ему здесь в ВИЧ-клинике сказал об этом мама просто заплакала понимаете что все пять лет которые она лечила ребенка и десятки врачей ребенка лечили от так называемого хронического там не знаю Эпштейн-бар инфекции это было все потрачено зря все неправо силы деньги время все было зря понимаете вот к чему и если нам кажется что хуже не будет неправильно мы например исследовали циклоферон исследование было прекращено потому что было не просто не было ухудшения иммунного статуса а резкое ухудшение что в девятой больнице говорят Василий Иванович не надо так читать страстно про неэффективность изопрониазина мы им не лечим мы лечим последствия тяжелые связанные с этим препаратом что эти препараты обладают онкогенным потенциалом ревматоидные вещи могут вызывать аллергические по данным главного иммунолога Санкт-Петербурга и так далее и так далее поэтому коллеги еще одно абортивные формы герпеса обследование беременных и вот эти вещи запомните пожалуйста не надо не надо вот у меня дочь сейчас стала болеть говорит папа давай что-нибудь иммуномодулирующее ни в коем случае никогда ни при каких обстоятельствах нельзя назначать это нельзя если вы не знаете что с ребенком или с женщиной вот очень часто приходят женщины молодые женщины с такой лихорадкой 37,2 ну естественно вот такой вот анализы такая сумка вот по коридору если я вижу идет молодая женщина с такой вот волосы уже прилипли к колбу я всегда говорю значит шапка на бекрень хозяйственная сумка из нее вываливаются анализы я знаю что это ко мне это ко мне идет моя милая дорогая женщина вот а почему потому что я уже буду 50-м врачом с этими хроническими инфекциями латентной CMV инфекцией и прочее прочее да вот и конечно она уже получила вдоль и поперек эти препараты значит в отношении вакцины нет доказательства эффективности противорепетической вакцины да профессор Исаков Санкт-Петербурга и прочее прочее профессор Баринский все это так сказать рекламируется но по тем публикациям которые они дают 50% может быть вот мы встречаем таких пациентов у которых ну бесконечные рецидивы герпеса на фоне противорепетической пневмонии спасибо да может скоро закончим спасибо значит смотрите ну несмотря на проведение постоянной противорепетической ежедневной терапии в течение года все равно рецидивы возникают возникают ну может быть как терапия отчаяния в этой группе пациентов можно попробовать провести так называемую вести вакцину противорепетическую но только в этом но реально мы должны сказать что нет с точки зрения доказа этой медицины ни одного исследования которое бы эту вакцину подтверждало эффективность иммуноглобулины ну иногда у беременных женщин в первом триместре беременности когда мы видим первичный генитальный герпес и где-то до 14 недели мы опасаемся назначать противорепетические препараты возможно иммуноглобулины октагам и прочее но по литературе скорее всего можно и ацикловир назначать спокойно в любом сроке беременности ну а эффективно конечно и теотропная терапия три препарата ацикловир валоцикловир фамоцикловир следующий слайд а ну вот это вот ну хорошо здесь плохо видно клинику да вот пожалуйста и валтрекс и виферон и еще что-то такое какая-то фигня там понимаете а полиоксидоний ну вот ну это 21 век товарищи ну это московская клиника ну люди готовы вам заплатить деньги готовы за прием ради спасибо следующий слайд вот а здесь видна клиника вот хорошие кстати говорят вот ну что это такое ну что это такое виферон сначала ректально пять дней потом перерыв еще чтобы не отвыкла от виферона еще пять дней полиоксидоний давай это эпиген спрей валтрек значит ну изопрониозина ну товарищи ну что это стыдобище хорошее ну товарищи ну не надо не надо быть посмешищем других коллег понимаете ну не надо ну будьте вы приверживаться доказательной медицины ну будьте вы посмотрите еще раз международные рекомендации ну есть вот только что по серебряной дождю утром обсуждался так называемый расстрельный список несколько дней назад все эти препараты в него входят сюда же эссенциалий сюда же арбидолы ну вот я говорю пробиотики и прочее ну неэффективно это все неэффективно вот поэтому вот это коллеги ужасная советская российская терапия не надо не надо а вот я говорю да женщины очень часто приходят вот такие женщины с температурой 37,2 бесконечно обследующих но ничего у них нет ничего не надо назначать понимаете чем вот вот эту всякую билиберду вот пожалуйста запомните хотя бы это из лекции не надо рука тянется хочется эх мать тут это тут нервничать да не надо будьте стойкими следующий слайд вот потому что помните о том что любое ваше действие и любое предложение которое вы читаете в научной литературе в скобочках должно быть проставлено значит категория надежных доказательств первое это метаанализ это многоцентровые исследования обязательно рандомизированные понятно да когда не врач не пациент не знает где плацебо где это и так далее и так далее все эти диссертации мнение экспертов это четвертый самый низкий уровень в частности диссертация и второй момент и следующий слайд и конечно силы доказательств первое там четвертое очень часто мы сталкиваемся с четвертой цель то есть рекомендации которые основаны на к крайней категории там одного-двух специалистов и прочее поэтому коллеги если же вам говорят пусть это журналы хорошие такие с хорошими страницами хорошая бумага или профессор из Москвы приехал сказал чепуха все это понимаете обязательно смотрите там кто-то что-то читает лекцию как доказано как доказано следующий слайд вот например всего-то надо было доказать как влияет на рецидив эти несколько дней валтрекс например на генитальный герпес где тут количество больных 987 больных было взято двойное слепое рандомизированное многоцентровое исследование понимаете плацебо контролируемое вот мощнейшее всего-то рецидив понимаете мы не говорим врожденный цемь в инфекции или еще что-то вот какое доказательство какие права следующий слайд вот цель главный критерий эффективность дополнительный критерий длительность исследования и было следующий слайд доказано да что вот явная достоверная эффективность валцикловира по быстроте негативации рецидива ухода болевых синдром общего синдрома при валцикловире по сравнению с плацебо понимаете как вот какая ситуация не 10 дней там а 3 дня шло и прочее прочее вот к этому вы должны сказать стоп доктор приведите исследования если вы нам рассказываете о фероне о вакцинации герпеса или еще что-то да приведите вот такие исследования следующий слайд поэтому неэффективно эффективность иммуноглобулинов под большим вопросом следующий слайд вот поэтому ясно что нуклеозидные аналоги применяются следующий слайд значит вот они ацикловир ничего пока нового называются ряд препаратов но в рекомендациях фигурируют только вот эти три препарата есть препарат фоскарнет фоскавир который действует и на цмв и на вирус простого герпеса и препарат цедофавир за рубежом герпес 6-7 типа лечат именно цедофавиром медленный препарат там пролонгированный препарат один раз в неделю вводится но токсичный для почек а так в основном мы располагаем с вами вот этими тремя препаратами фоскарнет не зарегистрирован к сожалению когда мы говорим о валцикловире лучше использовать валвир это у нас польский сейчас производство валтрекса и вызывает некоторые вопросы со стороны пациентов по его эффективности я использую препарат валвир валстанский дженерик но в принципе все препараты если они нормальные оригинальные нормальные дженерики все они эффективны в общем-то нет ни одного преимущества кроме количества таблеток следующий слайд ну вот какой путь прошла в итоге нобелевская премия в 88 году была получена за изобретение цикловира а вифероны изопринеазиды это здесь увы не фигурирует следующий слайд и нобелевская премия действительно потрясающий ацикловир потрясающий препарат самый частый препарат применяемый беременным женщинам порядка 40 миллионов человек приняли ацикловир то есть конечно ну это гениальный препарат сейчас мы используем жевал ацикловир фамоцикловир но в принципе Элеон Гертруда Элеон получила нобелевскую премию в 80 году следующий слайд действуют препараты только на тимидинкиназу вируса они не действуют на здоровую клетку поэтому нет никаких серьезных побочных эффектов по всей мести нет тратогенного действия потому что вирусы действуют только на тимидинкиназу блокируя размножение вируса на ферменты здоровых клеток препараты не действуют следующий слайд ну их преимущество Понятно, что они могут при любой сети и детям, и беременным, и нет перекрестов, и безопасны при длительном приеме, и очень важно с алкоголем при совместном приеме, кому это важно, значит, кому тартогенное действие, кому алкоголь, каждому свое, ну, в общем, видите, так сказать, и, конечно, в итоге улучшает качество жизни. Следующий слайд. Валцикловир, так сказать, улучшает биоусвояемость, учитывая соответствующую здесь структуру препарата, а для нас важно, есть исследования, которые четко показывают зависимость комплоентности пациента, особенно при длительном приеме, то есть приверженности пациента к вашим назначениям от количества и кратности приема. Поэтому, чем меньше таблеток человек принимает, тем больше шансов, что он будет привержен к вашим назначениям. Следующий слайд. Вот. Ну, вот Валвир, в частности, есть здесь, не в плане рекламы, шлайд попался здесь, вот я не рекламирую, тысяча миллиграмм вот иногда для нас нужно, но это ладно. В общем, Валвир, рекомендую вам. Следующий слайд. Как терапия еще состоит? Первое – это лечение первичного генитального герпеса, рецидива генитального герпеса. Причем здесь мы говорим об очень быстрой ранней терапии. Мы можем говорить о некой упреждающей терапии, когда пациент не готов к длительной терапии. Упреждающей, еще раз я говорю, когда впереди фактор риска, и человек крайне тяжело переносит рецидив, или в данной ситуации ему неблагоприятие, он едет в отпуск, например, с молодым партнером. Как тут генитальный герпес? Никак. Или куда-то на дайвинг, на лыжи, горные лыжи, ну никак ему нелабиальный генитальный герпес не катит, так сказать, то вы можете предложить упреждающую терапию. И длительная суппрессивная терапия, единственная доказанная тактика снижения частоты рецидивов, а иногда и ухода рецидивов из генитального герпеса, это длительная ежедневная терапия, мы считаем, не менее чем 12 месяцев. Следующий слайд. Вот дозы. Вот, вы знаете, лихорадят по дозам. Я даже сам еще раз, так сказать, посмотрел рекомендуемые дозы. Значит, я использую CDC, 2015 год, раз, рекомендации Европейского общества, по-моему, 2016 года, два, и рекомендации Европейского общества 2017 года. Значит, как лечится первичный генитальный герпес? Вот эти дозы указаны. Ну, в основном, конечно, это 400 мг ацикловид раза в день или валцикловир, 1000 мг два раза в день. Но, например, вот в европейских рекомендациях, да, в европейских рекомендациях, указано, что можно и по 500 два раза в день. Но обычно мы применяем по 1000 мг два раза в день. Вообще, самый частый препарат, который я использую, валцикловир. Чаще всего не вал, так и валвир. 5-7-10 дней, но в среднем мы речим 10 дней. Если неэффективно, да, если очень тяжелый, клинически выраженный первичный генитальный герпес, можно повысить дозу препаратов. Правда, рекомендация 4С, не очень сильная. Ацикловир 4С5 раз, ну, валцикловир, если по 500, то по 1000, фамоцикловир по 500 раза в день. 10 дней или более до репликации. У некоторых действительно очень тяжело протекает первичный генитальный герпес. Вот терапия. Местно можно, но в принципе не нужно. Эффективность крайне низкая. Параректальный герпес лечится вот следующими препаратами, следующими дозами. Длительность 10 дней и более. Следующий слайд. Ну, если очень тяжелая инфекция, да, первичная, бывает и гепатиты, бывает и пневмония, там выжим у детей, то внутривенная ацикловира. 5-10 миллиграмм каждые 8 часов не менее 50 дней. Ну вот, мы вернемся еще. Следующий слайд. Да, ну и сразу, чтобы нам не возвращаться к этому, вот если у больного с ВИЧ-инфекцией, мы сталкиваемся с поражением, с герпетическим поражением внутренних органов. Очень частый зафагит, пневмония, ну, редко, редко. Вот смотрите, удивительная вещь. ЦМВ, ну, например, я не знаю, энцефалит или там пневмония. У больных без иммуносупрессии крайне редкий случай. А у ВИЧ-инфицированных доходит до 40%. А герпес такой частый возбудитель. И еще раз я говорю, герпес – основная причина энцефалитов у взрослых пациентов в странах умеренного климата. Так при ВИЧ-инфекции? Нет. Нет. Мы наблюдаем буквально единичные случаи. Один раз в год энцефалит, ну, может быть, один-два раза пневмонию. Нет этого, чем глубже иммунитет, тем чаще. Видите, вот интересно, вот так сказать, не так все просто, как кажется. И, конечно, рецидивирующий характер генитального герпеса связан с генетической поломкой генетически определенной дарминированной нарушения защиты. Не с иммунным статусом, снижением иммунитета, как часто говорят. Чего снижение? Какое снижение? У больных с ВИЧ-инфицированных с ВИЧ-инфицированных с ВИЧ-4 снижается, ВИЧ-8 повышается. Мы очень легко говорим снижение иммунитета. А вот с такой вот генетически дарминированным незащитой от этого герпеса. Но если мы столкнулись, не дай бог, у детей, у больных с воносупрессией, с поражением внутренних органов или ЦНС герпесом, то только внутривенная терапия. Только внутривенная терапия. Да, потом можно перейти на пероральный прием, но, в принципе, начало не менее 10 дней, а лучше 21 день внутривенной терапии ацикловиром. Только это. Энцефалит только 21 день всякого перехода. Есть резистентность. Фоскарнет, фоскавир, фирма Астра выпускает, но у нас не зарегистрирован препарат. Или цидафавир. 5 меграмм, где раз в неделю, две недели. Вот так вот мы лечим манифестные формы. Следующий слайд. Ну, мы это отклонились. То есть, рецидивы. Ну, понятно, почему рецидивы надо лечить. Качество жизни, боли, может быть, осложнение для органитальной сферы и так далее, и так далее. Поле радикулопатии, формирование и прочее. Следующий слайд. Вот лечение рецидивов. Значит, видите, обычно мы лечим 400 мг 3 раза в день ацикловира 5 дней. Ну, некоторые указывают 3 дня. Некоторые говорят, что вот чуть меньшие дозы. Ну, это просто я вам привожу все дозы, которые указаны в рекомендациях. Но в основном это по ацикловиру 400 раз в день или по ацикловиру, валвиру по 500 мг 2 раза в день 5 дней. Вот. В основном вот так мы лечим. Вот. Хотя можно, например, по 1000 мг 1 раз в день. Как удобнее пациенту. Вот. Так что вот так лечится. Может быть, конечно, короткие курсы. Вот, например, ну, если это действительно... Ну, вот у меня товарищ страдает генитальным герпесом. У него, его возлюбленная... Что-то сегодня я много говорю об этой вот... О парах возлюбленных. У него живет в другом городе. И он... У него раз ему к ней ехать, а у него возникает генитальный герпес. Вот я ему рекомендую обычно короткие, большими дозами. Если ацикловир 800 мг 3 раза в день. Видите, 2 дня можно лечить. Больше, быстрее погасить. Потому что пока он будет лечить 5 дней, он же заразит партнершего. Вот. Здесь, ну, может быть, тоже можно по Валвиру, например, 1000 мг. Или где-то, по-моему, я почитался, не ошибаюсь, 2000 мг 2 раза в день, 2 дня. То есть очень высокими дозами. Но они не рекомендованы официально. Значит, фамоцикловир, вот эти дозы. У больных с ВИЧ-инфекцией дозы обычно выше, чем у не ВИЧ-инфицированных. Они указаны. Вот так лечатся рецидивы. Так и только так. Да? Вот. Следующий слайд. Значит, ну да. Ну, обычно вот опять-таки при исследовании, при опять-таки двойном слепом радомизированном исследовании... А, я уже примел это, да. Видите, эффект вот был в ВАЛТ-голубе в состоянии с плацембой. Следующий слайд. Вот, значит, упреждающая терапия. Она нигде не прописана в рекомендациях. Нигде. Но мы ее используем. Например, следующий слайд. Вот предстоит косметологическая операция. Вот эти все нити, там, ботоксы, выравнивания. Я от пластического хирурга, он говорит, а я это ничего не делаю. Я дожидаюсь определенного, значит, возраста у женщин. Полностью сепарирую кожу лица и натягиваю. Прекрасный эффект. Прекрасный, да. Он говорит, я не знаю. Вот. Значит, так вот, предстоит, ну, немножко отвлекать. Просто как пример. Вот эти все косметические процедуры может так стимулировать лобиальный герпес, что он приравнивается к раневому герпесу. А косметологи, и вместо того, чтобы получить красивое лицо, вы получаете его с герпесом. Косметологи об этом знают. И действительно приупреждают женщин, что до операции, видите как, до операции начинаете принимать пролептические препараты. Вот тоже, вот видите, за 2-3 суток до операции можно тот же вал цикловир начать принимать. 500 меграмм два раза в день. Весь фактор риска и плюс еще 7-8 суток после операции. Если кто-то едет на горных лыжах кататься, на горных лыжах яркое солнце, лобиальные герпесы возникают только так. За несколько дней до этого отпуска и весь период пребывания на горных лыжах, так сказать, на горных курортах, можно посоветовать принимать препараты. Дайвинги, какие-то перелеты, если пациенты знают. Если период менструации может прийти на отдых, то и знают, что это стимулирует. Пожалуйста, порекомендуйте упреждающую терапию за 2-3 суток до возможного фактора риска и дальше весь период действия этого фактора риска. Это избавит пациента от рецидивов. Но ни раннее лечение рецидива, ни упреждающая терапия не решают проблему частых рецидивов. Следующий слайд. И поэтому, конечно, единственная терапия, которая может быть эффективна при часто рецидивирующем генитальном герпесе 6, 10 и более раз в год, мы ее обсуждаем, когда вот такая частота рецидивов, больше 6 раз в год, мы говорим о супрессивной терапии. Снижение рецидивов, по крайней мере на протяжении этой терапии или вообще ликвидации рецидивов, пока человек принимает, интервал между рецидивами, уменьшение выроссимптоматики, профилактика передачи герпеса, качество жизни улучшается. Примерно у 30% вообще после этой терапии издевирующий характер герпеса прекращается. Где-то у 30-40% удлиняется интервал между рецидивами, урежается рецидивы. Где-то у 30% не помогает. Но, тем не менее, единственная тактика, которая доказана по своей эффективности, это ежедневная длительная терапия противорегипетическими препаратами. Если мы видим эффективность на фоне препарата, но, значит, как только человек прекращает рецидивы, рецидивы опять возникают, у меня недавно в лапе наблюдалась беременная женщина, на следующий день возникает рецидив генитального герпеса, мы назначаем эту терапию практически пожизненно, морщи 3 года, 2 пациента 5 лет, и один, по-моему, Данил Сергеевич, 8 лет. И вот недавно пациентка вернулась, он из Штатов, те сказали, ничего особенного. Да, если у вас на фоне терапии нет вот этих мучительных рецидивов, да, с болями, с уритритами, с болезненным половым актом, с дикой раздражением обычно у женщины возникает, такая дискомфорт, ну, в общем, общий дискомфорт, и вас это изматывает, то, пожалуйста, принимайте постоянно, не прекращайте. То есть ограничения в приеме препаратов нет. Исследования по ацикловиру в течение 6 лет показали, что нет побочных эффектов. Да, мы контролируем креатинин, мы контролируем выделительную функцию почек, но, в принципе, нет никаких выраженных побочных эффектов. Следующий слайд. С какими пациентами мы обсуждаем? Вот с этими пациентами, ну, понятно, уже из лекции, с какими, это можно, видите, после первого эпизода обсуждать, но, в основном, это, конечно, длительные, тяжело протекающие рецидивы, выбивающие человека из колеи. Следующий слайд. Вот дозы. Значит, валцикловир, лучше валвир, 500 мг 1 раз в сутки, если 10, меньше 10 раз в год, 1000 мг 1 раз в сутки, если больше 10 в год. Самая эффективная терапия – это 500 мг 2 раза в день. То есть, если что-то не помогает, то можно перейти на 500 мг 2 раза в день. У ВИЧ-инфицированных всегда 500 мг 2 раза в день. Вот по валцикловиру. Ну, сейчас есть вот эти вот рекомендации 2017 года, говорят, можно в меньших дозах. Но это даже такой дозировки я не знаю. Фамоцикловир – 200 мг 2 раза в день, ацикловир – 400 мг 2-3 раза в сутки. Длительность терапии в инструкции сказано 4-6 месяцев, но не менее 12 месяцев, коллеги. Это надо серьезно... Да, очень часто пациенты не выдерживают этот курс. Вот по ВИЧ-инфекции мы знаем, и раньше по лечению гепатита, мы знаем, насколько вы должны обеспечивать приверженность пациента к терапии. Поэтому, конечно, нужно подробнейшую рекомендацию проводить. Нужно обязательно как-то стимулировать и поддерживать пациента. Нужны периодические консультации. Нужно говорить, что вы достали таблеточки эти две или одну, положите на блюдечко. Если вдруг вам кто-то позвонил, если вы как-то не сделали, вам позвонили, вы прикоснулись к упаковке, звонок туда-сюда, раз, а принял я, не принял. Это бывает сплошь и рядом. Обязательно эту таблеточку... Мелочей нет, как в профилактике инфекции, так и здесь. Положите на блюдечко или на какую-нибудь пластмассовую штучку. Если она лежит, значит, вы не приняли сегодня. Значит, вы должны принять. Это очень... Потому что я, честно говоря, думаю, что очень мало количества пациентов выполняют полностью курс. А нужно нам обязательно работать, поддерживать пациентов, какие-то формы смотреть, чтобы все-таки его стимулировать, с родственниками говорить, чтобы это было выполнено. Это очень важная ситуация. Ежедневная, без пропусков, постоянной терапии не меньше года. Доза указана. Обычно я использую Валвир. 500 миллиграмм. Если идут рецидивы, несмотря на терапию, то 1000 миллиграмм в день. Если опять рецидивы, то 500, два раза в день. Следующий слайд. Ну, опять-таки, да, здесь вот было исследование. 382 человека по Валцикловиру. Следующий слайд. Следующий слайд. Ну и, конечно, видите, было доказано. Не просто я вам говорю Валцикловир, Фамоцикловир. Это было и доказано исследование. Видите, прекращение рецидивов на 85% на фоне Валтекса. Следующий слайд. Другая наша отечественная работа. На 80% прекращение на фоне Валвира. Следующий слайд. Вот. Если вот сейчас вот в последних рекомендациях обсуждается вопрос повышения дозы возможной у больных с иммуносупрессией. Вот видите, что? Предложить вакцину, например, если человек год принимает, а у него хоть бы хны нет, или большими дозами. Можно вплоть до 2000 миллиграмм Валцикловира. Мы начнем с 500 4 раза в день. То есть, кстати говоря, вот только такая доза действует на ЦМВ. Когда мы говорим, что на ЦМВ инфекцию, про геписипрепарк, они не действуют. Только высоченно в дозах. Ну вот вплоть до вот этой дозы можно попробовать. У больных с иммуносупрессией, тяжелый, да. У больных после пересадки костного мозга. Но, конечно, возникает уже гемолитикоуримический синдром. Так что осторожней. Но это уже как терапия отчаяния, да. Или Ацикловир 400 миллиграмм 4 раза в день. Но это, кстати говоря, спокойно. Потому что мы лечим по 805 раз вирусы дреновой оспы. Если есть резистентность, мы предполагаем, к Ацикловиру 10-15% примерно, то повышаются максимально разрешенные дозы Ацикловира. Вот они, Валцикловира. Вот Фамоцикловира. Вот так мы действуем при предполагаемой резистентности к Ацикловиру. Если ничего не помогает, то или фоскарнет, или цидафавир, ну, или можно местно применять. Все четыре препарата не зарегистрированы в нашей стране. Гель фоскарнета, гель цидафавира, фоскарнет внутривенно, цидафавир внутривенно раз в две недели, две недели. Вот это мы лечим уже терапию отчаяния, да. Вот. Но опять-таки, мы можем смотреть, если даже не только отчаяние, но вот мы видим новые, новые, мы даем Ацикловир или Валцикловир, и на третий, пятый день в новые высыпания. Мы можем предположить, что они действуют. Тогда можно увеличивать дозу. Ну, конечно, они его до такой дозы, поменьше, может быть, до 1000 мг два раза в день, например. Или вот можно такая ситуация. Или полторы тысячи два раза в день. Ну, то есть постепенно увеличивать дозу. Пробуйте. Старайтесь решить проблему. Все во импациента. Будьте агрессивными, по-хорошему, врачами, да. Страх развития побочных эффектов не должен быть причиной неназначения необходимой терапии. Вот, например, ребенок, врожденный с СМВ-инфекцией, в инструкции написано ганцикловир только при тяжелом поражении ЦНС. Но врожденному ребенку мы с этим совершенно не согласны. После консультирования, после консилиума, консультирования врачей, консультирования матери мы назначаем ганцикловир ребенка ЦМВен при первых признаках манифестации ЦНВ-инфекции. Все во имя больного. Будьте четкими, будьте решительными врачами, но, конечно, до определенных пределов. Главное тоже не повредить. Вот. В общем, можно повышать дозы при необходимости. Следующий сайт. Безопасность. Да, головные боли. Вот сейчас у меня пациентка три месяца на Валвире, сильные головные боли. Да, может быть, диареи, может быть, головные боли. Но, в принципе, видите, принципиально не отличаются частота побочных эффектов от частоты на плацебо. Поэтому, в общем-то, она безопасна. Безопасна. Эта терапия. И не надо бояться ее. Не надо бояться большей терапии, чем боится сам пациент. Следующий слайд. Ну, вот, следующий слайд. Ну, вот, видите, опять-таки, было очень интересное исследование по цикловиру. Другое, не это. Значит, ремитирующая терапия. То возник рецидив, лечится. Потом прекратил лечиться. Так вот, частота побочных, эффектов на такой прерывистой терапии была больше, чем при длительной супрессивной терапии. И другое исследование показано, что пациенты предпочитают длительную супрессивную терапию, чем при ремитирующую. Поэтому, все-таки, если такая необходимость есть, и вы назначаете терапию, то она должна быть длительной. Длительная, постоянная терапия у пациента, снижающей генитарной герпеси. Следующий слайд. У беременных. Вот, важнейшая вещь. Что делать у беременных? Значит, если первичный генитальный герпес за 4-6 недель до родов или рецидив за несколько дней до родов, мы делаем кесарево сечение. Совсем недавно мне раздался звонок из очень уважаемой клиники. Василий Ильич, у меня женщина идет на роды. Можно ли заклеить генитальный герпес очаги пластырем? Понимаете? Ну, вот это вот изопрониозин в одной клинике, в другой клинике пластырем. Пытаются за... И думают, что это предохранит заражение ребенка. Ну, хоть стой, хоть падай, как говорится. Кесарево сечение показано здесь. Конечно, снижает вероятность заражения. И, ну, за 6 недель, может быть, мы справимся большими дозами, но если за несколько дней до родов есть высыпание, кесарево сечение. 100%. Вот. Теперь так. Как мы лечим беременную во время беременности? Ну, вот в первом триместре до 14 недель мы стараемся не назначать. Хотя, по всем рекомендациям сказано, что ацикловир можно начать на любом сроке беременности. Нет никаких доказанных пертогенных действий. Если очень выраженный рецидив можно. Ну, если какое-то одно-два высыпания, ну, давайте воздержимся для самоуспокоения и назначим ацикловир с 14 недели беременности в дозе 400 мг три раза в день при рецидиве. Валоцикловир. Мы используем или валоцикловир, валвир. Доказательств его какой-то небезопасности у беременных нет. Но не было таких полноценных исследований. Поэтому мы назначаем валвир с 24 недели беременности. И, соответственно, здесь женщина принимает не 6 таблеток, а только 2. Таким образом, мы до 14 недели не лечим и в этом никакой опасности нет. С 14 по 22 недели только ацикловир. После 22 недели любой препарат прохиепетический мы чаще всего используем валоцикловир. В дозе 500 мг два раза в день. Если были рецидивы в первом триместре, обязательно или у партнера было, я вам сказал эти показания, обязательно мы проводим сосков цервикального канала ДНК, ОПГ, если выявили 10-14 дней лечим. Если же часто рецидивы во время беременности и тем более есть рецидивы в третьем триместре, мы назначаем чаще всего валвир, валвир, в 36 недели беременности можно ацикловир и любой другой препарат до момента родов. Вот эти тактики очень, коллеги, обязательно еще раз, еще раз я говорю, помните, вот лечение в первом-втором триместре не обязательно, соскобы делать не надо, колеблется не таких жестких рекомендаций, что обязательно во время беременности лечить каждый рецидив. Мы лечим. Но вот эти тактики, они должны выполняться неукоснительно. Единственное, о чем я думаю, что может быть эту тактику может быть мы изменим даже вот этих вещей, вот когда нет вот как бы показаний, нет таких частых рецидивов, может быть надо расширить количество женщин, получающих тот же валвир в конце беременности. Не только те, у которых возник часто рецидив или возник рецидив в третьем триместре. Вот. Но тем не менее, вот на сегодняшний день вот такие тактики. Очень важны. Следующий слайд. Уже мы заканчиваем. Обязательно. CDC. Европе есть рекомендация. Вот видите, все ссылки я даю здесь. Обязательно. Профилактическая терапия у беременных с активирующим генитальным герпесом. Причем не сказано, что с частым активирующим генитальным герпесом. Не сказано, что с шестью рецидивами, с десятью, с восьмью. Просто, и поэтому я еще раз говорю, возможно, мы так пишем в консультации, при частых рецидивах. Но каких, какая частота, это некий вопрос. Ну вот у этой женщины, у него было пять рецидивов за второй, третий триместр. Ясно, что она пойдет на эту тактику. Может быть, шире надо использовать, но по крайней мере, у женщин с идущими регулярно рецидивами или с генитальным герпесом, или с рецидивом в третьем триместре, обязательно такая тактика. Обязательно, коллегия. Или вы сделали соскоп на ДНК вирус простого герпеса на 32-й неделе беременности, 34-й, все в порядке, а на 37-й возник рецидив. Все, сразу после 36-й недели беременности любой рецидив означает продолжение терапии до момента родов. 400 мг раз в день, цикловир, или ваувир, 500 мг два раза в день. Важнейшая тактика для профилактики натального рецидива. Следующий слайд. Ну, понятно, это эффективность показывается в исследовании. Следующий слайд. У новорожденных. Ну, понятно, в общем, про новорожденных то, о чем я вам сказал. Лечение генитального герпеса, лечение рецидива, выявление бессимптомного выделения вируса и лечение, если таково есть. Важнейшая вещь. Следующий слайд. И кесарево, если мы видим, если мы все-таки добились, что генитальный герпес в момент уже окончания беременности, к моменту родов. Дети с генитальным герпесом при малейшем подозрении на теонатальный герпес, при малейшем поражении ЦНС обязательно надо начать введение ацикловира, потом уже диагностику всю проводить. Или у нас в второй инфекции погибла молодая девочка, поступила с классическим клиникой герпетического энцефалита родственница нашего профессора 18 лет. Вот такая ситуация. Что мешало нам назначить ацикловир внутривенно этой девочке, а потом уже проводить какие-то исследования. В итоге она погибла. У новорожденных, если у взрослых 5-10 миллиграмм, у новорожденных 20 миллиграмм на килограмм, суточная доза 60 миллиграмм. Ну, 14 дней не меньше, если есть поражение внутренних органов, ЦНС 21 день. Незамедлительно начинается терапия. Профессор Личинска еще писала при малейшем подозрении на вот такое поражение ЦНС герпетической технологии сразу незамедлительно начнется цикловир. Следующий раз. И последняя профилактика. Ну, вот еще раз мы видим, как заражаются партнеры 70% при бессимптомном выделении. Понятно, почему. Не полезет, нет, слово неправильно потребил, не будет, так сказать, не будет активность проявлять партнер, если у него генитальный герпес. Наоборот, скорее он закомплексуется и так далее. Не будет. Вот, значит, вряд ли, да, или тем не менее будет лечиться, или презерватив будет использовать. А вот если у него когда-то был генитальный герпес, да, ну, несколько месяцев назад, сейчас все-таки в порядке, все, женщина спрашивает, а что это из презерватива, у нас своя культура здесь в этом плане, то, конечно, он может заразить, потому что, значит, при бессимптомном носительстве, если нет антител, сероконверсия, очень высокая вероятность заражения. Поэтому еще раз мы говорим, что бессимптомное выделение играет роль не только у женщины как риск заражения ребенка интернатально, но и как основной путь заражения восприимчивых партнеров, в том числе, например, беременной женщины. Следующий сайт. Вот. Профилактика. Очень легкая. 500 мг раз в сутки 12 месяцев при регулярных половых контактах. Ни о чем думать не надо. При нерегулярных за 3 дня до предполагаем полового контакта начинается прием вауцикловира. Все просто. Другое дело, что бывает принимаешь-принимаешь вауцикловир, один день, два, полового контакта не случается. Вот как рассчитать, как рассчитать сколько дней основного. Вот это вопрос. Знаете, анекдот, что ежиков, что все зайчики побежают в лесу. Им говорят, ну, слушайте, сходите к сове. И она вам решит проблему. Прибежали зайчики к сове. Это все записывается. Прибежали зайчики к сове. Она говорит, да господи, ну, проще простого. Станьте ежиками. И вас никто в лесу не будет обижать. Обрадовали зайчики. Прибежали. Слава богу, господи, как все-таки умная какая сова мудрая. Им спрашивают, позвольте. Все хорошо. А как вы из зайчиков станете ежиками? Слушайте, задумались зайчики, побежали опять к сове. Сова, сова, а как? Мы все поняли, спасибо. А как же нам ежиками стать? Нет, дорогие зайчики, я отвечаю за стратегические вопросы, а тактика это не моя. Так и здесь. Я вам говорю, что за три дня до прибыли... А тактика это уже не мое. Вот. Но тем не менее. Но шутки, шутками, но... Вот я еще раз говорю, вспоминая своего товарища. Действительно, он начинает заранее прием, все-таки стараясь, так сказать, не обезопасить своего партнера. Это очень важно. Ну, или вот при регулярных. Да, так что... А после течения 12 месяцев это как-то, наверное, нет? Конечно. Хватит. Достаточно 12 месяцев. Значит, нет, в общем, вы принимаете, да, да, но здесь вопрос тонкий, понимаете, это вопрос тонкий. Но, скорее всего, сразу заражение произойдет. Но, предположим, не во время беременности, например, да, не тогда, когда это особенно неблагоприятно. Вот. Ну, еще раз говорю, я отвечаю за стратегические вопросы, а тактику это... Как уж вы там дожеком будете, неважно. Нет, не мое вопрос. Да, ну, в общем, вот такая ситуация. Обсуждать надо. Еще одна минус нашей медицины состоит в том, что мы за больного решаем, что ему дорого, а что это. Вот, понимаете, вот мы лечили интерферонами 25 тысяч долларов гепатит С. Сам бы я, думаю, про себя, если у меня был бы гепатит С, лечил бы я за 25 тысяч долларов, в гепатит, под большим вопросом. Но вы должны... А? Дело должно быть в деньгах. Да, ну и, да, ну, плюсы-то всякие, тяжело переносится и так далее. Но в деньгах тоже, понимаете, как не в деньгах. Если нет денег, то побочный эффект уже не играет роли. Потому что, да, значит, но вы не должны за больного. Вот, вот, понимаете, вот, например, ко мне пришел, пришел мой однокурсник, врач в поликлинике терапевт. Ну, откуда у него 25 тысяч долларов? Ну, я ему говорил, Александр, лечить только так. Там тогда интерферонами. И, оказывалось, там сестра у него, крупная компания. То есть, понимаете, не решайте за больного, не решайте, что ему дорого, говорите. Обязательно говорите. Второй момент. Вот это вот. Не решайте, не исходите из себя. Были бы, было бы у вас и такая, начали бы, говорите всю информацию для пациента. Вы должны предоставить всю четкую информацию. А дальше уже пациент будет думать, как это возможно применить, будет он делать или не будет. Но вы должны быть абсолютно четкими, ясными врачами. Следующий слайд, уже последний. Ну, вот видите, конечно, прием вауцикловира снижало на 48% передачу вируса и на 75% передачу, так сказать, манифестации, манифестного генитального герпеса. То есть, может, когда-то заражение происходило, но не развивалось манифестное. Поэтому это эффективно. Поэтому на вопрос, что делать, если моя жена там, да, серонегативная, вы должны принимать препараты. Следующий слайд. Вот. Ну да, вот видите, манифестного на 75% снижения такой терапии. Следующая такая терапия. Оговариваете необходимость, еще раз говорю, презервативов. Оговаривать время бременности не рекомендуете вот эти все, да, говорите об опасности оральных, половых, так сказать, контактов и так далее, и так далее. Все говорите, все четко и ясно должно быть. Следующий слайд. Вот. Ну и все. Значит, таким образом, коллеги, еще раз я говорю о том, что мы сегодня разбирали с вами достаточно четкую, ну, относительно элементарные вещи, которые очень конкретно прописаны во многих рекомендациях. Существует препарат, заказанный эффективностью. Существуют необходимые лабораторные методы. В Москве тот же CMD, вот я всегда пользуюсь именно этим центром. Значит, препараты относительно недороги, да, это все-таки не интерферон, как вы говорите, мы лечили, да, или не оригинальный препарат гепатита С. Поэтому здесь задача только нашей четкости. Четкости в диагностике, четкости введения первичного генитального герпеса в рецидивах, в диагностике рецидивов, назначении терапии, сверхранней терапии при рецидиве, упреждающей терапии, поддерживающей супрессивной терапии, в очень четкое ведение беременных. Это вот чрезвычайно важно. Помните о бессимптомном выделении, помните о необходимости диагностики, помните о необходимости назначения терапии, что они делили беременности у беременных, садивирующих генитальным гербисом. Помните это. и помните, что когда-то пациент может прийти к другому врачу от вас, и другой врач должен восхититься, сказать, ну, замечательно, плю, отлично, но нечего добавить, а не так, что он пациенту ничего не скажет, подумает, да, ну, что за врач. Да, в лучшем случае ничего не скажет. Вот такая ситуация, коллеги. Спасибо за внимание. Я, да, спасибо большое. Спасибо. Любые вопросы ваши. Нужно. Вопросы нужны. Вы сказали по поводу иммуноглобулина М и сказали, что метод достаточно такой спорный о выявлении. И хотел бы тогда у вас уточнить. Вы сказали, что коллеги на Западе определяют каким-то определенным челским боли. Да, какой это метод? Это иммунохимористические Да, 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 да. Правильно задали вопрос. Нет, ну, во-первых, там более качественные тест-системы, иммуноферменты. Но в основном вся Европа перешла уже на иммунохимонесценцию, конечно. То есть иммунохимонесценцию? И ФА уходит. А также иммуноблот, вестернблот, вот по-разному они пишут. Иммуноблотом, ИГМ, например, они могут определять. Но это крайне дорогой метод. Крайне дорогой. Вот. Ну, например, вот особенно при цитомигаловирусной необходимо четко сказать, что это истинный ИГМ. Они вплоть до иммуноблота. Но так в реальной клинической практике иммунохимонесценция используется. Это правильно ваш вопрос. А вот когда, может быть, в вашу опыту, скажите, где у нас используются в СИГМ? По-моему, мы в Мать и Дитя используем, я сколько не ошибаюсь, да, в ЛАПе, на перинатальном центре. Но, с другой стороны, а может быть, я и ошибаюсь, понимаете, потому что у нас часто ИГМ ложноположительный. То есть это будет закрытая иммуноблота. Нет, это должна быть нормальная, ну, должно быть нормальная тест-система и нормальный метод. Лучше хемореносценции. Лучше производство зарубежной тест-системы. Вот если так говорить. Потому что наши, срок доставки, хранение тест-систем, у нас, как всегда, партия, когда пробируется, она хорошая, а вот в производстве, там, то есть вопросы. Ну, или, например, в СМД, да, в СМД, например, ИГМ, они делали отечественные системы на ЦМВ. Ну, раньше, по крайней мере. Если ИГМ выявляли, они еще раз проверяли на американской тест-системе. Поэтому ИГМ в СМД я доверяю гораздо больше, чем в Эргематесту. Вот. Так что, да. Поэтому, и у нас понятна логика, да, потому что за рубежом там нет сомнений, и они, ИГМ, ИГДЖ нет, есть ИГМ, да. Мы не понимаем, это ложноположительное или это истинное ИГМ. Поэтому мы ждем сероконверсии 7-10 дней. И именно появление ИГДЖ подтверждает острое заражение любой инфекции. А они сразу на ИГМ не терапируют. Другой вопрос. А если у нас ИГМ, например, положительное, мы предполагаем, что положительное, в некоторых рекомендациях, например, по подсеклазме рекомендует сделать ремоксозный фактор с циркулирующей иммунитоприи. Да, Дэн Сергеевич тоже об этом говорит. Нам рекомендовать или не рекомендовать? Или это все на усмотрение тогда уже? Ну, понимаете, ну, как вам сказать, ну, попробуйте, если вы увидите, там, ревматоид инфаркт повышен, то есть вы можете подумать, что это ложноположительное. Но мы чаще всего ждем. Мы чаще всего ждем 7-10 дней, ждем сероконверсии. Или, ну, через 7 дней, предположим, повторное ИГМ, да, действительно, или в другой лабораторию, например, там, гемотест, я в 7-10 направляю. То есть мы пытаемся, закрочаясь сроки, но подтвердить. Но только по ИГМ мы, к сожалению, не предпринимаем решение, что на 1-й вот статэк 200 тысяч рублей стоит, да, курс на 1-й вот статэк ТАЦМВ инфекции. Мы не назначаем только по ИГМ. То есть, ПЦР, ИГМ, ну, грубо сказать. Ну, ПЦР, да, но ПЦР. Повторяем, мы ждем сероконверсию. Или, например, если ИГЖ и ИГМ, мы определяем овидность. Да, то есть, если мы видим, еще раз, ИГЖ минус, ИГМ плюс. Мы ждем сероконверсию 7-10 дней. Или мы смотрим, ну, повторяем через 7 дней, смотрим в другой лабораторию, да, действительно ИГМ подтверждается. Все. Или, ну, вот, или по выявлению, ИГЖ. А если мы ИГМ на фоне ИГЖ, определяем овидность. Правда, вот у меня только что была женщина, вчера, на консультации, вчера, в Лапино, значит, острый токсоплазмоз за время беременности, год назад. Ну, я сказал, что вот терапию, там, ромницином, это, беременность, или там, мисептом, и так далее, и так далее. Она прервала беременность. Пришла через год ко мне, Васильевич, я вот сдала на сирологию, ну, как вы считаете, ну, слушайте, ну, все спокойно, ну, как, ну, уже был, сейчас, скорее всего, мы получим ИГЖ, высоковидный, ИГМ не будет, все. Утром мне позвонили, ИГЖ низковидный, а есть ИГМ. Прошел год после того, что она беременная опять. Вся вот так трясется, вот, на консультации, только ожидая анализа. Что вы прокоммендаете? У меня такая же ситуация была, что они тоже серая зона получаются. Нет, как, год прошел, год прошел, ИГМ. Вот, кстати, к вопросу ИГМ, видите, год прошел. Так вот, ну, в этом случае, если мы предполагаем, что это система электробестра, я бы, наверное, нет, это нормальная система. Назовем так. Нет, нормальная система. Нет, тест-система нормальная. То есть, если исключить ложноположительный ИГМ, то ремоклодный фактор? Нет, и низковидные ГДЖ. Здесь мы не можем списать на тест-систему или на ложноположительный ИГМ, потому что низковидные ГДЖ у нее. Кто-то плазма. А нам нас, опять же, смотрим. Ну, вы-то что? Ну, вы-то. Нет, ну, что она повторно заразилась. Нет, ну, это может быть. Ну, вы-то. Ну, тогда может быть высоко видность. Ну, вы-то что? За год вполне вероятно, что высоковидность станет низковидными. За год почему нет? Как станут? Ну, посмотрите, если мы предполагаем, что это памяти не... Нет, 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 они... Такое количество выработалось... Нет, ну, нет, это что-то эксклюзивное. Нет, они должны быть высоковидными. Вот сейчас у меня консультируется последняя беременная, вот что я здесь задержался, боррелиоз. Значит, год назад перенесла боррелиоз, эритема. Четыре месяца ей в Ливане врач назначен, на четыре месяца Борис Лайма доксциклина принимала. Четыре? Да. Как у него там что-то не случилось? Четыре месяца. Делает анализы ИГДЖи. Нет, есть ИГМ. Беременная женщина. Да, нет, вот я просто... Просто вот эти два примера показывают. Видите, сирология? Поэтому, что мы делаем этой беременной женщине? Завтра на консультации я скажу, что обязательно сохраняйте беременность. У вас нет острого токсоплазмоза. Да, у вас такая сирология, но мы берем на себя эту ответственность, потому что она каждое слово здесь будет ловить. Ну, а с боррелиозом, конечно, мы говорим, что пока не надо лечиться. Посмотрим, что там дальше. Да, 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 она просто четыре месяца. Ну, вот такая. Видите, как сирология играет? То есть, ИГМ мы можем найти через год к токсоплазмозу, после перенесена токсоплазмоза. Поэтому иногда ИГМ как бы ложноположительная не в плане плохих-то систем, а вот что-то там всякие перекресты и так далее. Поэтому для нас важно или сероконверсии ГДЖ, когда мы в первую снисоткнулись, или низковидный ГДЖ. По этим, а при которой мы ставим острую инфекцию. И можно еще? Пожалуйста, конечно. По поводу сискобов. Значит, все-таки птичный, в какой срок рекомендовать сделать диагностику, потому что пациенты к нам приходят, если они к нам приходят, то уже это или они принимают препараты, или там рецидив, мы предполагаем, что вот он будет. Нет, вы делаете, смотрите, бессимптомное выделение в начале беременности нас не волнует. нас волнует, чтобы к моменту родов не было бессимптомного выделения. 95% заражаются детей во время родов. Нам нужно время, чтобы с этим бессимптомным выделением поработать. Поэтому со скобой на 32-34 недели беременности мы делаем. если мы рассматриваем беременности, я не имею в виду, что если, допустим, мы предполагаем, что возможно это клинические герпеса, то какой все-таки предполагаем? Когда визикулы. То есть визикулы. Да. Соответственно, глубокий степок такой. Ну, зачем глубокий вы делаете чуть-чуть визикулы, там тысячи, сотни тысяч возбудителей, чуть-чуть делаете, ну, понятно, что не обрезаете это, там сразу это, в среду и так далее. То есть, вот и все. То есть визикул, потому что мы показывали визикул 90%, эрозии уже сколько там, 40%, а корочки 27%. Ну, если лаборатория, если кондоминации нет, то если внутри лаборатории кондоминации нет. Нет, здесь сложно положить так не должно быть. То есть выявление. И сразу вы делаете на вирус ворицелл изостр можно, да, сразу ДНК вирус простого герпеса, вирус ворицелл. Если у вас какие-то сомнения, какая-то локализация, если это небольшие половые губы, да. Например, это позже на ягодице. Да, да, вы можете сразу два вируса, ну, любое количество можете. Так что, в этом плане. Ага, Вот, так, еще, коллеги, что там? Да, конечно. Можно вас ответить? Неостатект, вы можете выбрать цирологию, как вы поднадёшь? Значит, ну, если уж мы неостатект, во-первых, вы берете овидность до неостатекта. Сплошь и рядом ошибки. Сначала наостатект, потом берут на овидность, получают там высокую овидность и, в общем, это, и не понимают, что происходит. Три введения, если беременная женщина с интервалом две недели, там по одной миллилитровой массы тела где-то через неделю после неостатекта. Но немцы, например, они так делают два введения раз или после каждого введения они смотрят овидность антител и их количество. То есть, если даже, например, после трёх введений, мы три введения обычно, не то и 200 тысяч рублей, это нехило, как говорится. Вот, если мы видим, что низковидный и очень низкий, то, может быть, ещё надо сделать. То есть, тут вот критерий эффективности неостатекта обнаружения высоковидных антител, неостатектных, если так можно сказать. Вот, и их хорошее количество. Ну, но мы так, правда, не делаем. Вот сейчас в немецкой работе, которая ещё официально не опубликована, они пишут от трёх до шести введений, да, с интервалом две недели, не через день. Вот только что у меня пациентка, мне звонят, в шар-гинекологи, мы через день делаем, это неправильно, что период по введению 11 дней. Вот. Так. Ну, эффективность, конечно, не доказана такими вот двойными слепыми, радомизированными, но, тем не менее, при острой ЦМВ-инфекции или при активной ЦМВ-инфекции это единственное, что мы можем предложить беременной женщине. В конце беременности вещефицированном и лечь иногда в алганцикловиром, но это выходит за рамки рекомендаций. Отмечу. Это не только паническая, значит, ну, во-первых, герпетический центр, ну, и то еще более-менее они научились, более-менее. Раньше титры, значит, они посмотрели, ну, во-первых, да, ИГДЖ, его видность не посмотрели, а видность посмотрела на сама. Дальше они смотрят слюну ЦМВ, абсолютно бесполезно. 30% беременных имеют в слюне, никакого отношения к этому нет. В крови нет, но на УСАТЭК назначают через, нет, назначают, на УСАТЭК назначили 10 миллилитров струйная, то есть, они в 7 раз меньше, то есть, надо, ей вес 77 килограмм, то есть, там, 80 миллилитров, 3 введения по 80, они назначили 10, одно введение. Она звонит иммунологу, иммунолог говорит, да, и у нее, и у этой женщины резко повысились, еще дальше повысились концентрации, в итоге низкая видность, ИГМ звонит иммунологу, говорит, а как же так, вот я ввела неостатект, а у меня высокая концентрация ДНК ЦМВ, это, ничего особенного, это же ручки-ножки вируса, вот я прямой текст перевожу, это вот сегодня я слышу себя в кабинете, ручки-ножки вируса разрушенного, это неостатект разрушил вирус, и поэтому его так много в моче. А, типа раздробился, и поэтому больше... Ну, бред, просто бред, понимаете, вот я точно хочу когда-нибудь записать, статью написать, вот по всему этому, у меня целая коллекция уже назначили, это я показывал, а так у меня их 20-50 штук, вот эти вещи, звонят в госпиталь, Лапина, уж назову, ведущий говорит, надо октагам, 36-я неделя, нет, у него 16-я неделя, какой октагам? Герпетический центр говорит, да, что-то с неостатектом это вот не получилось, значит, мы вам назначим имудон, виферон и тяжелую артиллерию октагам. А в октагаме там условно 25 единиц этого, ну, титра-антитела, а в неостатекте 125. Это не тяжелая артиллерия, а наоборот, ну, то есть, все неправильно, она мечется, причем, по-моему, а, и случайно падает, да, вот в ООО-медицину, да, при этом, понимаете, что получается вот в том же госпитале в перинатальном центре, да, ну, женщина, раз ЭГМ, не обратили внимания, ну, не мы там, да, ну, где-то в другом центре, не обратили внимания, раз в третьем триместре уже кисты вот такие мощнейшие, женщина почему-то направляет в герпетический центр, потом еще куда-то, потом она оказывается ко мне, уже с такими выпученными глазами к шаргинеколог, да, ведущий ее, значит, которая не посмотрела или пропустила все это, и женщина спрашивает, почему я у третьего инфекциониста сижу, и почему третий инфекционист мне говорит совершенно другие вещи, чем мне говорили в герпетическом центре, еще где-то, знаете, поэтому ко мне, к нам направляйте, не надо в герпетический центр, это вообще какие-то товарищи, а? ну да, да, ну вот, в общем, сейчас мы будем проводить, я вышел на Антона Сергеевича, на главного окширогинеколога, да, и вот мы с ним, Антон Сергеевич, ну давайте, давайте эту ситуацию изменим, давайте общий приказ, окширогинеколог, неотологи-инфекционисты, ну давайте как-то что-то сделаем, понимаете, потому что это, ну это ужасно, что творится, ужасно, у этой женщины чистейшая острая ЦМВ-инфекция, и, например, немцы считают, что, вот почему мы говорим об ЭГМ, буквально на второй, третий день сразу они назначают на СТЭК, до 20 недели беременности, что эффективность на СТЭК, коллеги, если кто-то, это гипериммунный гамма-габрит, с высоким содержанием антител к ЦМВ, значит, что вот именно вот тут эффективность будет, до 20 недели беременности и как можно быстрее, а у нас, видите как, мы сначала перепроверяем антитела, потом, потом это, в итоге, 9-й, по-моему, случилось, да, или когда у него завезли первые, да, сейчас у него уже там 17-е, это, и всю, вся терапия неправильная, все консультации неправильные, понимаете, вот это беда, конечно, беда, нет гарантии, что неосатект поможет, нет гарантии, но по крайней мере, какая-то четкость и ясность у нас. Пожалуйста, пожалуйста. спросить по поводу вашего опыта, на эту литературу, по шиндексе, то есть, соответственно, если мы говорим про вирус варициозов, варициозов, например, варициозов, в возрасте, есть публикация, что он снижает нейрологические симптоматики пациентов, кто снижает? вакцинация рекомендация от варициоза опыта, которая меняется при вирусом измерить. У вас есть какой-то опыта? Нет, у меня с опыта нет, надо обязательно вакцинировать молодых женщин, мы считаем, скорее всего, вакцина против ветряной оспы будет введена в календарь прививок, особенно для молодых женщин, чтобы во время беременности не было риска заражения ветряной оспы. Но в плане лечебных, нет, я такое не встречал, в качестве лечебного препарата применения. Там большая такая идет трехкомпонентная терапия, включая нейролептики, включая антидепрессанты, включая высокие дозы брагипетических препаратов. Но главное вот эти вот обязательства.